КОНЕЦ Я надеюсь на какой-то, наверное, конструктивный разговор, на острые вопросы. Сергей Иванович, готов отвечать на острые вопросы? Как всегда, да? Да, конечно. Вот, поэтому, ну, поехали, Сергей Иванович, может, несколько слов. Хорошо, добрый день, уважаемые коллеги. Рад вас видеть. Вот мы в процессе совместной работы периодически там общаемся. Традиционно стала так называемая пресс-конференция. Я рад тому, что мы все-таки находим определенный диалог и готов ответить на все вопросы, вот как сейчас Ольга сказала, даже на острые вопросы. А те, которые, в принципе, они сами по себе, они есть эти вопросы, да, и я не сторонник закрывать на это глаза. На те вопросы, которые смогу ответить, отвечу, на те, которые сразу не смогу ответить, подготовлюсь и все равно ответ в любом случае дам. Вот, я прекрасно понимаю, что проблем в республике Таджики и в других регионах хватает. Эти проблемы, они не сегодняшнего дня, они долго копились. Вот. Но решать нам их с вами совместно надо. Поэтому готов к диалогу в этом вопросе. Вот. И вот когда мы готовили пресс-конференцию, вот эту пресс-конференцию, до этого встречу, вы знаете, что я встречался и с журналистами, и с блогерами. И эти встречи будут на постоянной основе. Я стараюсь уйти от администрирования и выйти просто на диалог. А не так, подготовленные вопросы, хотя это тоже иногда надо. Потому что есть вопросы сложные, на которые надо готовить ответ. Вот. Тем более, что они связаны с цифрами, с объемом финансирования, да, с какой-то историей и так далее. Вот. Ну а так, вообще-то надо переходить просто на диалог, на разговор, вопрос-ответ. Вот. И только не всегда должно быть все в одностороннем порядке. Мы все с вами живем в республике, мы все с вами радеем за республику, мы все с вами хотим, чтобы республика развивалась и процветала. А тогда это диалог не монолог одной или другой стороны, а диалог и движение навстречу. Вот. И конструктивное движение навстречу. Поэтому еще раз рад вас приветствовать и давайте перейдем тогда к пресс-конференции. Давайте. Вот я напомню, да, о том, что мы все-таки уже в третий раз проводим пресс-конференцию на площадке телеканала «Осетия и Рыштон», нашего замечательного телеканала. И поэтому по традиции слово представителю телеканала Людмила Губаева. Людмил, расскажите, вы ведете программу, да, какую-то именно такую предметную на осетинском языке? Поэтому первый вопрос, естественно. Нет, нет, он работает просто громче, да, Людмила Губаева. И-ниверсии. Мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Мы знаем, что мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Мы знаем, что мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Первый, второй, третий номер в Алагире. Это с автостанции до завода сопротивлений на УЗК и на ЦРАВ. Даже мой одноклассник, когда школу закончил, он водителем работал на этих автобусах. Но все это объективно, субъективно, не будем выяснять, развалилось. И вместо всех перевозчиков заняли частники. А для частника это бизнес. И вот мы сегодня проходим тот этап, который многие регионы уже прошли. В частности, допустим, Москва, Ленинград, Санкт-Петербург и другие регионы. В 90-е годы появилось, когда начали заполнять перевозки частники, появились такие, у нас до сих пор пока, к сожалению, существуют, так называемые коммерческие маршруты и социальные маршруты. Социальные маршруты это датированные маршруты. И датировать их должно что? Государство. Плюс еще льготники, которые есть и федеральные, там региональные льготники, значит, которым тоже компенсируется этот проезд. Что нам сегодня, значит, транспортная модель республики разработана, но она не будет, не сможет быть внедрена, пока не будет разработана транспортная модель. Допустим, Владикавказской агломерации. Мы сегодня, в прошлом году закупили 67 автобусов разной вместимости. Это межрегиональные перевозки и пока межмуниципальные перевозки, значит, по двум маршрутам. Нам необходимо на сегодняшний момент минимальное количество нового автотранспорта 157 автобусов. В этом году мы получаем еще 27, точнее 20, и Владикавказская агломерация, значит, 57 автобусов то же самое закупает. Так вот, мы пошли по последовательному пути. Что нам дает транспортная модель? Она дает пассажиропотоки. Правильно просчитанные пассажиропотоки. Так вот, мы последовательно будем осуществлять, организовывать межмуниципальные перевозки. Межрегиональные, это тема, она другая, уже работает. Межмуниципальные перевозки. А потом внутримуниципальные перевозки в таких городах, как Владикавказ, там, Алагер, Моздок, значит, и так далее. Так вот, с обновлением транспорта, да, мы эту систему будем наращивать уже по тем документам, которые есть. Вот сегодня у нас по Владикавказу 41 маршрутная сеть, а по документам 28. Вот, по подсчитанным пассажиропотокам и всему остальному. Поэтому и маршрутная сеть внутри Владикавказа, к примеру, будет меняться. И, естественно, с обновлением автотранспорта, да, автобусов разной вместимости, значит, мы будем, скажем так, наращивать или запускать перевозки, вот как раз по нашим, как вы сказали, селам, поселкам и так далее. Это будут или конечные, да, или, значит, или транзитные перевозки. Но я думаю, что на 157 автобусах, это расчетная часть, на 157 автобусах мы не остановимся, нам, наверное, будет, надо будет больше. Второй момент. Мы пойдем по принципу смешанных перевозок. Никто бизнес вытеснять не будет. Это параллельные маршруты. Параллельные маршруты. В соответствии с действующим законодательством и драмативно-правовыми документами, мы имеем право, значит, без, для своего автопредприятия, да, запустить параллельные маршруты. Мы имеем право выбора пассажира, ехать на маршрутке или ехать на автобусе, или ехать на автобусе. Значит, тут еще есть один момент, да, значит, мы должны перейти, вот сейчас пока расчет наличными, да, но мы должны перейти на безналичный расчет. Вот. Для этого вот сегодня у меня был и руководитель Сбербанка, опять руководитель Сбербанка по Северо-Кавказскому федеральному округу. Вот. Мы на те 67 автобусов, которые есть по программе Сбербанка, установили валидаторы. Уже выпущены транспортные, единая транспортная карта, но валидаторы, значит, это можно будет, и они уже выпущены и в оборот, пилотно в оборот введены, но валидатором можно будет рассчитаться и обыкновенной картой тоже. Принцип один, да, километраж. Вот. И второй принцип, который, это не повышение тарифа. Не повышение тарифа. И вот тогда разделение коммерческих маршрут, выгодные для перевозчика, и социальные маршруты, невыгодные для перевозчика, да, их такого понятия не будет. И, в принципе, на вот этих всех маршрутах мы перейдем к регулируемому тарифу. В соответствии с действующим законодательством сегодня, часть маршрутов, они нерегулируемый тариф. Мы перейдем к регулируемому тарифу. Вот второй момент, мы четко будем понимать, когда будет безналичный расчет, какое количество льготников перевозчик перевез. И тогда, естественно, мы будем, значит, этих льготников, разницу компенсировать, эту тарифную разницу. Дальше. Нами разработана единая ката льготника. Единая ката льготника. Второе, что уже сделано, да, у нас было несколько автотранспортных предприятий. Ну, мы с вами понимаем, да, что экономика автотранспортного предприятия, предприятия Алагерского, к примеру, да, она, ну, она не складывается из-за пассажиропотока. Сейчас мы объединили все наши бывшие автотранспортные предприятия в одно автотранспортное предприятие. Это вот принцип сообщающих сосудов, да, где-то плюс, где-то минус, но мы их, значит, плюс компенсирует минус. В принципе, для республики, для автотранспортного предприятия республики, который уже работает, да, цель не заработать деньги, как у коммерсанта, а цель обеспечить качественную услугу по перевозкам наших жителей. К сожалению, процесс не быстрый. Вот если бы была возможность у нас закупить сразу там 200 автобусов, да, вот, мы это бы сделали. Но мы это сделать не можем, исходя из бюджета, бюджетной обеспеченности, поэтому делаем последнее. Вот 67 закупили, 20 мы еще должны, значит, в этом году поступить, подали соответствующую заявку параллельно, чтобы закупать не в лизинг, а закупить за счет субсидий и так далее. То есть это, вот, и совмещаем два документа. Это математическая транспортная модель, да, и интеллектуальные транспортные системы. Вот мы их между собой совместим. Но одно из условий внедрения 100% этой модели в жизнь, это транспортные документы агломерации Владикавказской, и дальше наших крупных населенных пунктов, районных центров. Мы, я думаю, в этом году, вот, с учетом того, что нам поступит еще дополнительно, мы дальше двинемся, и на следующий год мы тоже рассчитываем и планируем еще обновить автотранспорт. Дальше, когда мы перейдем к маршрутной сети, это будет азыграно соответствующий конкурс, но там будут требования к частным перевозчикам, требования к соответствующим автотранспортным средствам, которые будут предлагаться, вернее, которые будут участвовать в перевозках. И вы знаете, что уже у некоторых компаний, которые перевозят, считают, пассажирские перевозки, уже начали ставить валидаторы. Да, они пока еще у них не работают, вот, но уже начали ставить валидаторы. Мы должны перейти к более высокому уровню оказания услуг по перевозкам. Спасибо большое. Коллеги, продолжаем. Кто готов? Пожалуйста, Всеволод Рязанов, газет Северная сети. Продолжение следует... Вы открыто проводите еженедельные аппаратные совещания. На них мы видим, что вы вникаете абсолютно во все вопросы развития республики, даете поручения, добиваетесь их неукоснительного и своевременного выполнения. Сами много встречаетесь с руководителем федерального уровня и других субъектов страны. Ну и, кроме того, вот, судя по вашим репликам, поручениям, которые вы даете на аппаратных совещаниях, вы и много встречаетесь, проводите времени с членами правительства, свидетелями которых мы, журналисты, уже не являемся. Ну и, в конце концов, вопрос. Вот, в итоге, за два года, как вы считаете, удалось вам сформировать эффективную исполнительную власть? И какими критериями вы эту эффективность оцениваете? Спасибо. Спасибо. Значит, ну, начну тогда с последнего вашего вопроса, да. Критерии эффективности – это результат. В той результат, да, который должен дать, должна дать исполнительная власть или руководитель исполнительной власти, значит, по тому или иному направлению. Значит, что можно сказать? Ну, если я скажу, что я создал эффективную, эффективный орган исполнительной власти в масштабе республики, да, то я, конечно, вас введу в заблуждение, так мягко выражаясь. Нет, к сожалению, не совсем получается. Хотя по некоторым направлениям есть, да, есть соответствующие результаты. Вот я делю, вернее, оцениваю следующим образом. Первое – а, способность соответствующего должностного лица организовать свою работу, личную работу, да, и работу своих подчиненных. Это раз. Второе – его профессионализм. Знает он это или нет, да, и знает, что делает. Вот. Ну, и третье – конечно, это результат. Это результат. Ну, вы поймите, в чем проблема. Да, кадровые изменения будут. Они потихоньку идут. Я не сторонник резких в этом вопросе движений. Но, тем не менее. И вот, допустим, те кадровые изменения, которые прошли, да, это оценка деятельности соответствующего должностного лица. Так вот, взять просто поменять всех, да, это войти немного в ступор. Нет ни одного должностного лица, не только у нас. Это специфика, не специфика, это присуще всем регионам, да, которая, значит, сто процентов выполняла бы те задачи, которые перед ними стоят. Там есть и объективные, и субъективные причины. Так вот, объективные причины, они и понятны, к примеру. Да, а субъективные, за то, что за субъективные причины, ну, тогда надо принимать кадровые решения, да. Есть должностные лица, которые, ну, скажем так, по верхам нахватались. Вот я позавчера проводил совещание по одному из вопросов, да, вот, и одно должностное лицо говорит, вот, они не представили финансовую модель. Финансовая модель простая, очень. Дальше, значит, ремонтная программа одного из предприятий, да, значит, почему или для чего требования должностного лица ремонтную программу, чтобы согласовывал глава. Ремонтная программа предприятия, она утверждается, там, у того или иного, утверждается руководителем предприятия. Зачем поднимать это на какой-то определенный уровень? Ну, и так далее. Это говорит о профессионализме. Так вот, оценку я даю, да, вот, не спонтанно, а с учетом тех критериев, которые я сказал. Естественно, когда я понимаю, что человек, я понимаю, что человек может, или должностное лицо может что-то не знать, да, но он тогда должен учиться. Для любого должностного лица самое главное сегодня, любого рукотелевого органа власти, да, это самообразование, самосовершенствование. Пока в республике, к сожалению, как и в других регионах, вам, ну, во всех практически, ручное управление. Ручное управление. Я вынужден вникать во все проблемы и все вопросы. Ну, у нас, значит, ну, в республике это традиционно было, да, что вот когда я провожу, что решает глава, когда я провожу прием по личным вопросам, я задаю, о главе района обращались. Ну, то есть, на местах вот эта система должна сработать. Если есть министр строительства, он должен, он отвечает за организацию и работ, независимо от того, кто объявлял конкурс, да, кто победил, муниципалитет, там, еще кто-то и так далее. Он отвечает за это направление. У нас получается так, иногда задаю вопрос, а у нас все хорошо, это у них в районе. Это не у них в районе, это у министра соответствующего в районе. Здесь он на оригинальном уровне должен сделать сам, а там внизу организовать работу и взять ее на контроль. по некоторым направлениям это получается. Я могу сказать даже, вот смотрите, вот допустим, министерство промышленности, да, там получается. И даже взаимосвязь по вертикали получается. Я же когда бываю в Москве на федеральном уровне, да я же вижу, и мне говорят, кто из моих подчиненных, как работает. Вот сейчас, значит, я, вы знаете, я задачу ставил, да, чтобы наши министры ездили в Москву, а не просто писали письма. Но не просто так поехали в Москву, а результат. Поэтому и на аппаратных вы слышите, да, когда я говорю, мы написали заявку, ноги, кто приделал к этой заявке, кто этой заявкой занимается там. Ну, так устроены органы власти, что задачу можно поставить сверху вниз, да, или снизу вверх. То есть обговаривается сначала все на уровне исполнителей, а у нас такие же исполнители есть. Да, потом уже готовое решение, согласованное везде, несется руководителю. И вот надо этим пользоваться, значит, и тем, и другим способом. Вот прежде чем, когда я встречался с председателем правительства, в Москве, вот перед инвестиционным советом, перед инвестиционной выставкой, мы подготовили восемь поручений. Я с этими поручениями зашел, с этими обращениями. Они все отписаны, и все сейчас в работе. Но мы их готовили совместно с органами власти, кому они адресованы, кому не адресованы. И, на мой взгляд, это правильная история. Когда министр, допустим, региональный, да, может взять трубку телефона и позвонить замминистру, курирующему регион там, или руководитель департамента, позвонить и в телефонном режиме обговорить тот или иной вопрос, ту или иную проблему. Это очень правильная история. А у нас, к сожалению, не все пока это могут делать. Поэтому вот эту работу тоже должны... Мы должны, а, сверху вниз и снизу вверх, да, трехуровневая система управления. Это прямые и обратные связи. Когда спрашиваешь кого-нибудь из глав муниципальных образований, он говорит, а это не мое, это Минздрава. Подождите, ну, больница находится на вашей территории. Что значит это Минздрава? Или объект строится в интересах района? Вот эту систему еще надо выстраивать. Где-то нас боит. Где-то нас боит. Пока по этим вопросам работают... Ну, я работаю, понятно, да, Джанаев, представитель правительства. Вот по вертикали с внутренней политикой работает Ибрагим Борисович Габеев. Получается, у министра промышленности он вхож во все кабинеты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Вплоть до замминистра. Сейчас потихоньку получается у министра строительства. Мы пытаем... Я пытаюсь отработать это по линии Минздрава и по всем остальным направлениям. Вот тогда, когда это будет, это будет выстроена эффективная система работы. Когда каждое должностное лицо отвечает в рамках своих полномочий за решение тех задач и проблем, которые перед ним стоят. В противном случае... Эффект от другой деятельности, когда все в ручном управлении, он будет минимальный. А то его вообще не будет. Если вы помните, да, у нас всегда было... А мы заявку отправили? Слушайте, ну хорошо, вы заявку отправили. Дальше что? Кто эту заявку должен двигать? Поверьте мне, вот у меня для ресурса... Ну, вы сами, наверное, об этом знаете. Ресурса, чтобы зайти на федеральный уровень в любой кабинет, ресурса хватает, чтобы позвонить вице-премьеру по тому или иному направлению. Или там министру, в принципе, любому федеральному. У меня практически все телефоны всех федеральных министров. Осталось сегодня это организовать, значит, организовать работу, чтобы это можно было использовать. Чтобы это можно было использовать на пользу республики. Вот тогда будет эффективная работа. Коллеги, пожалуйста, кто готов? Пожалуйста. Залина Дедекаева, газета «Райссенат». Сергей Иванович, сейчас много идет вопросов по поводу использования промышленных площадок в республике. Самая крупная из них – это территория бывшего завода «Электроцинк». Вот, хотелось бы узнать, на сегодняшний день, на чем балансе находится имущество предприятия бывшего и дальнейшие планы по его использованию этой территории. Спасибо. Значит, на сегодняшний момент, пока имущество находится на балансе УГМК, мы провели вот те договоренности, которые были достигнуты в 2021 году. Мы к ним вернулись. Почему? Потому что ситуация в 2021 году была одна. Она в корне поменялась в 2022 году. Так вот, на сегодняшний момент имущество проинвентаризировано более 800 объектов совместно с УГМК. Почему нужна была такая инвентаризация? Почему? Потому что часть имущества, недвижимого, движимого, и объектов энергетики, да, их надо было просчитать, потому что части уже нет. И мы не можем чисто по бумаге все принять. Решение принято по нашим договоренностям с УГМК о том, что эта территория отходит республике. Недвижимое, движимое имущество и объекты энергетики. Там с двух линий 115 мегаватт. Все это уже просчитано. Соответствующее соглашение, проект соглашения до этого, до инвентаризации был подписан. Сейчас мы отправили им проект договора на передачу нам этого имущества. Вот. Они, их юридическая служба смотрит, и в ближайшее время, если там каких-то корректур не будет, а в принципе, ну, мы соглашение когда рассматривали, мы там все утрясли, да, и перечень объектов тоже. Вот сейчас там уточнен уже перечень объектов. Инвентаризация проводилась следующим образом. Вот объект номер один. Вот на этом объекте цифра номер один на самом. Вот. Ну, представляете, более 800 объектов. Так вот, в ближайшее время, я думаю, вот я на следующей неделе собираюсь в Москву, в ближайшее время, я думаю, мы подпишем акт приема передачи. Дальше, чтобы уточнить, ну, разъяснить обстановку, следующее. Клинкер они вывозят. Они свои обязательства берут. Значит, одно из поручений председателя правительства, о котором я сказал, это рассмотреть на этой территории, да, особые преференции для того, чтобы ее использовать как промышленную территорию. То ли это ТОР, то ли это территория прилижающего развития, то ли ТАСЭР, то ли там ОЭС и так далее. Ну, такое поручение дано. И мы сейчас с Минэкономразвития, поэтому мы просто работаем. Мы хотим создать такую гибридную территорию с преференциями. Эта территория сегодня, она интересна потенциальным резидентам будущим в том, что там дешевая энергетика, 115 мегаватт с двух линий. Второе, если мы еще представим еще дополнительные преференции, то уже вот 9 проектов потенциальные резиденты готовы предложить там реализовывать. 9 проектов. То ли там будет аналог Сколково там и так далее. То есть вот сейчас мы с Минэком, поручением председателя правительства, в этом направлении работаем. То есть параллельно. Эта территория, она привлекательна для того, чтобы ее использовать и развивать как промышленную территорию. То ли это индустриальный парк, то ли это технопарк, то ли это промпарк. Вот примерно по таким направлениям. Но 9 потенциальных проектов, которые резиденты готовы, потенциальные резиденты готовы реализовывать, они есть. Они есть. Из них это два наших с республики. А остальные это с других регионов. И там объем инвестиций может быть очень большой. Осталось только правило определить, какие преференции мы можем дополнительно предоставить потенциальным резидентам. И вот эта территория с этого момента, с этого момента как будут разработаны вот эти особые экономические условия, скажем так, она станет потенциально интересной и потенциально готовой к развитию. Сергей Иванович, мне тут режиссеры подсказывают, спасибо большое за вопрос, подсказывают, что с нами на связи Российская газета. И мы готовы. Вот Юрий Гень, пожалуйста, представитель Российской газеты, который работает с нами уже все наши два года и до этого с республикой работал. Юр, приветствую тебя. Слышно? Добрый день, Сергей Иванович, добрый день, коллеги. Да, слышно? Меня слышно хорошо? Да, все отлично. Пожалуйста, вопрос. Сергей Иванович, у меня вопрос из области экономики. Вот в республике сейчас реализуется ряд крупных прорывных проектов в сфере промышленности и сельского хозяйства. В том числе совсем недавно в Северной Осетии открыли завод по производству комбикормов для форели и рыбоситровых пород. Вот специалисты знают, что появление этого предприятия – это шаг к полному самообеспечению всей рыбной отрасли целого региона. Потому что раньше комбикорма везли из-за границы. И вот это очень важно. А следующий шаг, которого не хватает для абсолютного самодостаточности и самообеспечения, следующий шаг – это собственный селекционный центр, который разводил бы мальков, рыб, потому что сейчас их тоже везут из-за границы. Но с селекционным центром не все так просто. Селекция – дело долгое и хлопотное. Вот когда появится этот селекционный центр, и есть ли у Северной Осетии шанс стать одним из регионов, которые являются лидерами страны по выращиванию форели и осетров, которые сейчас очень востребованы на рынке? Спасибо. Спасибо за вопрос. Значит, что касается производства, как вы сказали, комбикормов, ну, это завод, в принципе, очень хороший. Да, это не комбикорма, а корма для рыб, да, и корма для крупного рогатого, для всех видов животных. Так вот, на сегодняшний момент объем тех кормов, которые выпускают для рыбы, да, это не совсем достаточно, но может нарастить производство. Не совсем достаточно. Почему? Потому что, ну, сегодня некоторые наши хозяйства эти корма уже закупают. Да, ну, вы вспомните историю. Корма для рыбы, для форели в частности, они были завозные ингредиенты, и сами корма. И все новое у нас воспринимается как? С опаской. Да, поэтому сегодня уже договора на поставку кормов есть на несколько рыбных хозяйств. И я думаю, что по результатам этого объем производства будет увеличен. Даже корма для крупного рогатого скота, к примеру, который они там выпускают и показывают, да, у нас традиционно, ну, есть, скажем так, традиционные вещи. Это ли свободный выпас, да, или там сено, силосы и так далее. Но вы же вспомните, когда только начиналась эпопея, да, сухие там корма для кошек, собак и так далее, и тому подобное. Они же тоже сначала шли с опаской, да. Да, сегодня, в принципе, это очень выгодная ниша и выгодное производство. Поэтому это очень хорошо, что инвестор такой завод построил, и именно начал на нем производить, в том числе, корма для рыб. Теперь, что касается селекционного центра. Мы разработали проектно-сметную документацию, которая прошла экспертизу. Мы определили место. Камень преткновения был, это дебет воды. С дебетом воды тоже все вопросы решили. Значит, цена его строительства понятна. Сейчас идет решение вопроса, что как бы эта территория находится на территории лесфонда. Этот вопрос мы тоже решим. И заявку на финансирование бюджетное, так как это селекционный центр, он, скажем так, единственный по масштабам на Кавказе и вообще на юге России. Да, мы подали заявку на финансирование за счет средств федерального бюджета. Но параллельно смотрим и соответствующего инвестора. Вот. И вопрос еще и софинансирования в том числе. Но мы не хотим, чтобы, почему заявку подали на финансирование его за счет федерального бюджета. Мы не хотим, чтобы, или пока, скажем так, как резервный вариант рассматриваем, что это будет селекционный центр в частной собственности. В этом заинтересован у нас и Минсельхоз, и Росрыболовство. Чтобы это было предприятие минимум республиканское. Максимум федеральное. Максимум федеральное. И с учетом того, что, а, есть корма и будет еще селекция, мы можем получить очень хороший эффект. Очень хороший эффект. Как для наших рыбных хозяйств, так и для таких же хозяйств, которые занимаются рыбоводством в других регионах Российской Федерации. Поэтому Минэк в Министерстве экономического развития сегодня, эта заявка находится. Когда мы проводили совещание, я осуществил совещание под руководством Орешкина, Максима, значит, помощника президента. Вот там мы этот вопрос и поставили, да, что поручение такое соответствующее есть. Оно есть поручение президента и, значит, сегодня поручение председателя правительства для того, чтобы рассмотреть источник финансирования за счет средств федерального бюджета. Это будет самая правильная история. Но если будет финансирование за счет средств федерального бюджета, софинансирование со стороны республики этого проекта мы обеспечим. Мы уже за свой счет разработали соответствующую проектную смертную документацию, которая прошла экспертизу. Вот. Это очень хороший проект, который даст очень хороший эффект. Спасибо большое. Юр, спасибо тебе большое, да, за вопрос. Надеюсь, увидимся. Обязательно. Спасибо. Ну, продолжаем. Пожалуйста, вот есть вопрос, передайте, будьте добры, микрофон. Добрый день. Ирина Казиева, газета «Жизнь правобережья». Сергей Иванович, сегодня в Беслане активно идет реализация генерального плана. Во многом это благодаря вам. Строятся новые социальные объекты, меняются подземные коммуникации. И да, на данном этапе это совсем неудобно и некомфортно для жителей, но важен итоговый результат. Художественная школа также была включена в перечень объектов, который вошел в генеральный план. Строительные работы должны были начаться уже в текущем году, но финансирование от федерального бюджета пока не поступило. И хотелось бы узнать, каковы перспективы и когда данный пункт генплана будет реализован. Спасибо. По генеральному плану Беслана. Мы в 2021, в 2022 и сейчас на 2023 год все, что возможно, включили в бюджет, то есть финансирование. Но есть график финансирования. Так вот, в соответствии с графиком финансирования, эта школа предусмотрена на 2024 год. Поэтому все документы поданы, она в бюджете 2023, 2024, 2025 года Российской Федерации. В 2024 году на нее соответствующие лимиты есть. Нам их в этом году просто надо будет подтвердить. Ну а то, что вы сказали, знаете, почему вот есть и график финансирования, ну это исходя из бюджетного планирования. Ну и сразу все превращать в стройплощадку тоже не совсем, наверное, правильная история. Все, что касается Беслана, президентом Российской Федерации поддержано и написано в полном, внеочередном и полном объеме. Внеочередном и полном объеме. Но в любом случае, когда мы реализуем ту или иную программу, тот или иной план, да, мы говорим, мы планируем финансирование по годам. По годам. Поэтому на 2024 год, я думаю, что мы вот в этом году при бюджетном планировании мы подтвердим на федеральном бюджете. И основания для этого есть. Тем более, что там лимиты на 2024 год в федеральном бюджете предусмотрены. Значит, в 2024 году начнем строительство. Коллеги, мы уже 45 минут в эфире. Я предлагаю прорваться на небольшую совсем паузу и после нее сразу вернемся. Коллеги, мы продолжаем. Это большая пресс-конференция, ежегодная. Вопросы у нас есть. Извините, я уже договорилась. Пожалуйста, газета «Слово». Добрый день, Сергей Иванович. Арсен Андреев, газета «Слово». У нас такой вопрос. В связи с боевыми действиями на Украине, нам хотелось бы знать, есть ли на государственном уровне какие-либо идеи или проекты, которые могли бы способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения, молодежи, ну, как это было в советские годы. Например, вводить новые уроки, предметы, которые могли бы доносить до учащихся правдивую информацию, как по нашей прошлой истории, так и по событиям, которые сегодня происходят во всем мире. Спасибо. Хорошо. Вопрос очень нужный. И вообще эта тема, которую вы подняли, она очень нужна. Дело в том, что мы не можем пойти по принципу Советского Союза, тогда было идеологическое воспитание. У нас в Конституции сегодня записано, что мы светское государство. Вообще любая идеология, которая насаждается, она, к сожалению, всегда идет к перегибам. Да, хотя я не скажу, что все было плохо. И не обязательно это делать только на государственном уровне. На государственном уровне сегодня есть, да, значит, движение первых. Вот помните, да, когда президент сказал, ну, первые это пионеры, да, и начали сразу обсуждать, что надо возрождать пионерию. Вот. Надо сегодня не возрождать что-то, то есть не подражать или не переносить, как это было когда-то, да, а делать в соответствии с требованиями времени. Вот движение первое, да. Значит, дальше. Сегодня и на региональном, и на федеральном уровне идут разговоры, так, тема, вот проект разговора главного, да. Надо детям нашим разъяснять, как оно, не разъяснять, а разъяснять и говорить, как оно есть на самом деле. У нас в республике, да, встречаются со школьниками, со студентами, участники специальной военной операции. Дальше. Как бы кто ни хотел, помните, да, когда я первый раз объявил о кадетских классах, да, воспринималось, вот он хочет всех там в военную форму, да, там всех в армию, да нет. Это тоже один из проектов, да, патриотического воспитания. Ну, вот, слет кадетских классов, когда мы проводили, да, да и вообще, вот когда вы их видите, ну, форма, она все-таки обязывает, да, к чему-то, согласитесь. Да, для ребенка это интересно. Дальше. Мы в этом году приступим к строительству парка военно-патриотического воспитания «Авангард». В принципе, вот эти все темы, они направлены на именно патриотическое воспитание молодежи. Дальше. Вот даже акция «Посмотри на их лица», да, третий год подряд проходит. Это тоже же патриотика. Вот в этом году заочно проводился бессмертный полк, вот до ковидные времена, вы помните, да, в строю, это же не насажено сверху, это же инициатива самих людей, да, и не только у нас в России, но и в других государствах. И вот в строю бессмертного полка идут люди, да, которых связывает всех одна вещь. Это история его семьи. Хотя люди могут быть антиподы-то, в принципе-то, сами по себе. Так вот, вот эта идея, да, она должна быть, и президент об этом сказал, объединяющая идея. Объединяющая идея, у нас их много. Много. Их надо просто что? Упорядочить и развить. Поэтому вот инициатива может идти не только с федерального уровня, но и на региональном уровне тоже. Но самое главное – это школа. Самое главное – это школа. И вот чем больше мы будем в школах говорить о той правде, которая есть на самом деле, тем больше будет, мы будем воспитывать патриотизм в наших поколениях. Ну а потом еще, наверное, дети же будут общаться с теми, кто возвращается. Вот сейчас создается фонд, да, государственный по поручению президента. Ну как-то это все… Фонд – это инструмент поддержки, да, почему? Потому что мы с вами должны понимать, да, что люди жили жизнь в мире и в миру, и жизнь на войне, да. Это совершенно другое мировоззрение у людей. И этих людей надо адаптировать, и членов их семей в том числе. Надо адаптировать будет потом к мирной жизни. Вот. И вот это тоже одно из направлений, да, которое будет являться и патриотическим воспитанием в том числе тоже. То есть у каждого человека должен быть пример. Ну у каждого из нас, наверное, в жизни, да, когда мы выбирали какую-то профессию или еще что-то, был какой-то пример, на которого мы хотели равняться. И, в принципе, мы вот это должны сегодня возродить всего лишь навсего. А у нас очень, Василий, очень много примеров, да, на которые можно равняться. Начиная от искусства, деятелей искусства, культуры, да, военных, врачей, ученых и так далее. Вот это нам просто надо возродить, да. И, естественно, конечно, воспитывать патриотизм с точки зрения того, что это наша Родина. Вот. Да, не все так хорошо, не все так просто. Да, период, те периоды, которые пережил, пережил наша нынешняя Россия, да, ни одно государство так не переживало. В принципе. И войны, и, значит, и разруха, и переход из одной страны в другую, формирование этой страны, возрождение этой страны. Вот это все надо, люди, надо учитывать, да, и надо, надо объяснять и воспитывать. И вы неоднократно слышали, вот небольшая ремарха такая, да, был период, когда наши учебные заведения превратились, и президент сейчас уже об этом говорит, да, превратились в структуры, которые предоставляют услугу образования. Да, как с медучреждениями. А не воспитание личности. И вот сейчас те изменения, которые идут в структуре и, значит, среднего образования, да, и профессионального образования, и высшего образования, эти изменения ведут к одному. К тому, чтобы мы перестали на кого-либо равняться, не равняться, вернее, а кому-либо подражать. К возрождению нашей индивидуальности, да, нашей школы образования, нашей школы спорта, нашей школы науки, нашей школы культуры. Пример Вахтанг, киндом Вахтангова. Вахтанговская школа театральная, она существует и существует, выжила, и существует не только у нас, но и за рубежом в том числе. Так вот, нам эти школы надо возродить. К сожалению, многие параметры этих школ мы утратили. Сейчас наша задача возродить, вот, и тогда мы станем тем, кем должны быть. Замечательно, спасибо большое. Прошу прощения, Инга Мамедова, передайте, пожалуйста, микрофон, информационный портал АПО. Добрый день, Сергей Иванович. Вот вчера появилась информация о том, что футбольному клубу «Алане» отказали в получении лицензии из-за отсутствия стадиона. Какая сейчас там ситуация, и можно ли рассчитывать на то, что в этом году объекты ведут эксплуатацию? Да, вчера информация такая появилась. Я на связи с Дюковым, да, это президент Российского футбольного союза. Официальной бумаги пока нет. На следующей неделе я буду в Москву, мы будем разговаривать. Да, есть некоторые вещи, которые, значит, которые, в принципе, на мой взгляд, они, ну, не касаются спортивных достижений. Да? Поэтому, да, есть требования, чтобы был свой домашний стадион. Да, мы, значит, РФС разговариваем, что, а, футбольный клуб достиг определенных результатов, да, надо его допустить к стыковочным матчам, а стадион мы достроим. То есть, вот на следующей неделе мы на эту тему будем разговаривать. Второй момент, когда придет официальный документ, значит, и уже и генеральный директор клуба об этом сказал, мы будем пытаться сделать все, чтобы, значит, те спортивные достижения, которые есть, да, вот, чтобы они нам позволили получить эту лицензию. Второй момент, есть вариант решения этого вопроса, что, а, домашние матчи можно проводить на выезде, спланировать, значит, турнирную таблицу так, что до момента окончания стадиона мы домашние матчи, которые должны были дома провести, можем провести их на выезде. Мы же часть матчей проводим на выезде. Поэтому на следующей неделе мы этот вопрос будем обсуждать с Российским футбольным союзом. Я буду в Москве, и этот вопрос будем обсуждать. Тут вот Крылья сигнализирует, что в продолжении есть вопрос. Алена Хачирова, пожалуйста. Да, здравствуйте, Алена Хачирова, информационный портал Крылья ТВ. Не чревата ли ситуация с футбольным клубом «Алани», что, ну, это будет чревато тем, что футболисты могут просто разбежаться из команды, видя такую перспективу? Ну, вот смотрите, да, вот я бы не стал так говорить, что футболисты смогут разбежаться. Вот мы до этого обсуждали патриотическое воспитание. Да, у нас футбольный клуб без легионеров, вы это знаете. Практически единственный клуб, который без легионеров. Да, это игроки, которые любят свою республику. Да. Так вот, корректно ли будет говорить следующим образом, да, что я разбегусь, потому что не вошел куда-то? Вот показной момент, частичная мобилизация была. Вы знаете, жизнь, она сама занимается самоочищением. Если я патриот своей родины, а я люблю свою родину, да, и малую, и большую, то куда я убегу? Второй момент. Знаете, в чем беда? Я уже как неоднократно об этом говорил, но на других немножко уровнях. Это или спорт, или коммерция, или бизнес, одно из двух. Да, вот когда спорт превращается в бизнес, мы теряем достижение. Так вот, я не могу сказать вам с уверенностью, что игроки, вот такой, как вы, что игроки разбегутся. И, скорее всего, нет. Почему? Потому что они играют в каких футболках? Как их называют? Желто-красные, да? Они играют за республику. И, уже проводя аналогию, да, вот смотрите, был парад на Красной площади, да, выпускники, слушатели Академии имени Фрунзо, которые участвовали в параде. Сфотографировали с чем? С ростинским флагом. Там, в зоне СВО, люди носят бойцы, которые воюют. Да, носят на рукаве, что? Ростинский флаг. Мы сейчас как раз таки говорим, или если это патриоты, да, то никуда никто не разбежится, и результат будет. Спасибо, будем надеяться. Понимаете? Я уверен, что у нас в республике патриотов больше, намного больше, да, чем те, кто вот как бы на распутье стоит, так мягко выражусь, понимаете? Поэтому, и исторически так, вот мы же гордимся своими отцами, дедами, прадедами, да, которые на портретах на 9 мая гордимся. Ну, где еще, в каком регионе так это происходит, такая гордость? Скажите мне, где? Мы единственный регион Российской Федерации, да, где 100% вот эта акция идет, 100%. Я думаю, что и футболисты наши, и спортсмены наши, да, все, вот, все они патриоты своей маленькой родины, и патриоты нашей великой России. Спасибо большое. Продолжаем. Вот если можно, уступим место радио-олайн. Да, еще вдобавок скажу, ну, когда-то у нас наш спорт так же звучал. Ой, зазвучит еще, да? Потом он упал. А почему? И стадион был, и все было. Вот сами себе иногда такой вопрос задайте, а вообще надо себе задать вопрос. Вот. Люблю я свою родину или нет? Да, второй момент. Хочу я, чтобы эта родина процветала? Или нет? Да? И что мне за это надо? К примеру. Я думаю, что мы выйдем на тот уровень, на который мы должны выйти. И займем достойное место. Хотя иногда есть формальные правила и формальные признаки. Я вот с этими формальными правилами и формальными признаками не согласен. Если это спорт, то это спорт. Если это достижение, то это достижение. Если достойное, значит достойное. А если не смогли, ну, тогда не смогли. Надо, значит, стремиться. Извините, что так эмоционально, но... Ну, зацепили крылья. Я говорю так, как я думаю. А по формальному признаку можно отказать кому угодно. В любом направлении можно отказать по формальному признаку. Если бы к нам относились, к нашей работе, допустим, на федеральном уровне по формальному признаку, у нас бы за 22-й год не было прироста дополнительно почти 24 миллиарда в бюджет. Продолжаем? Да, конечно. Зарин, пожалуйста. Зарина Черчисова, служба радиовещания ГТРК «Алания». Вопросов много, времени мало, выбрать один сложно. Вступление сначала к вопросу. Несколько лет назад мне предоставили возможность задать вопрос на пресс-конференции Владимиру Путину. На тот момент меня больше интересовали проблемы, решение которых зависит от федеральных органов. Это и заработная плата, которая не успевает за ростом цен, это и жилищно-коммунальные услуги, в частности, рост тарифа. Вот кто не знает, обычный сельский дом платит в месяц от 5 до 7 тысяч за газ. Это очень большая нагрузка. Это и разрушительная оптимизация здравоохранения, которая началась сверху. Но тогда эти вопросы задавали представители федеральных каналов, правда, к моему сожалению, немного в другую форме, в которой бы задала я. Из оставшихся тем я остановилась на туизме. И как только меня не склоняли наши северо-осетинские, так называемые, диванные критики за этот вопрос. Но жизнь показывает, что все-таки туристическое направление для республики одно из приоритетных. Поток туристов растет, Северная Осетия становится все больше привлекательной. Но это одна сторона медали. А другая, самое главное, на мой взгляд, готовность республики к цивилизованному приему туристов и развитию отрасли в целом. И вот в этой связи наши желания, наши возможности, кто вообще координирует весь комплекс решений и мер, начиная с политики в этой сфере. И, простите, еще один аспект. Многочисленные туристы на нашем замечательном, красивом проспекте все время в поисках санитарной зоны используют кусты, в том числе площадь Русского театра. И вот эту стелу, вы знаете об этом. И вот, да, Русский театр – один из главных культурных центров притяжения и туристов тоже. Вот входит ли реконструкция площади, вот это в продолжение темы, в ближайшие планы? Спасибо. Еще порядка 20 вопросов у меня, но, может, после пресс-конференции. Спасибо. Хорошо. Ну, первое, да, мы даже бесспорно, что туристическая привлекательность Кавказа, и в частности нашей республики, она растет. Это бесспорно. То, что вы хотите, значит, вы задали вопрос, готовы ли республики или нет, ну, в полном объеме, конечно, не готовы. А почему? Я, вот, я для себя вижу одно, а сколько лет мы не занимались туризмом? Тут есть объективные причины, да, Кавказ всегда, вот, у Кавказа был период плохой истории, да, война первая, вторая, там, и так далее. Конфликты. Вот, это все отпугивало людей. А если люди не ехали, да, то и отрасль не развивалась никак. У нас сегодня не хватает места размещения. Все места размещения – это частные инвесторы, частный бизнес. У нас сегодня не хватает придорожного сервиса. У нас много чего не хватает. Так вот, как вы думаете, почему по ручению разрабатывается Кавказ РФ мастер-план именно туристической отрасли? В ручению президента Российской Федерации. Это тоже объемный документ. Я думаю, в конце мая, начале июня мы его утвердим. Предварительно проект я рассматривал. Там предусмотрены вот все, все решения всех тех проблем, о которых вы сказали. Ну, если у нас даже туристических маршрутов не было. Теперь дальше. О, мы вошли в проект, да, туристический проект Академии гостеприимства. Мы в этом, в прошлом году начали аттестовывать гидов. Мы разрабатываем туристические маршруты. Мы возвращаем или пытаемся, скажем так, или работаем точнее, по сохранению памятников охраны культурного наследия, да, которые не реестры, все пополняется вновь выявленными, которые не имели охранных зон, где-то рядом застраивались и так далее и тому подобное. То есть это вот такая комплексная работа. Такая комплексная работа должна быть, а, системной и под какой-то определенной программой. Другого варианта нет. Другого варианта нет. И, естественно, когда наплыв пошел, да, мы сразу поняли те тонкие места, или узкие места, которые есть. Но, смотрите, мы вошли в программу грантовой поддержки по строительству мест размещения. Вот у нас в апреле месяце уже 100% мест размещения было заказано. 100%. И дальше такая же тема идет. Значит, мы рассматриваем, уже рассмотрели проекты, а это тоже грантовая поддержка, строительство модульных мест размещения. Вот в проекте, значит, который мы будем рассматривать, там как раз есть и модульные места размещения. Чем отличается модульное место размещения от стационарной гостиницы? Это требования природоохранного законодательства. У нас есть, а, заповедники, у нас есть, значит, лесные угодья, да, у нас есть памятники охраны культурного наследия. Поэтому вот это в комплексе, оно вот в этом мастер-плане рассмотрено. Дальше. Мы рассматриваем сегодня, с инвестором договорились, дальнейшая модернизация наших воздушных оборотов. То есть, имеется в виду международного аэропорта Беслан. В первую очередь мы ее сдали, вы знаете. Предусмотрена еще вторая очередь. Когда мы дойдем до определенного пассажиропотока, средства, значит, инвестиционные средства выделены на реконструкцию старого здания автовокзала, не автовокзала, а аэропорта. И с 1 июня мы планируем перейти на круглосуточный режим работы нашего аэропорта. Все соответствующие договоренности есть. У нас кратно увеличивается количество рейсов авиационных. Кратно. А с переходом аэропорта на круглосуточную работу, а это 120 дополнительных рабочих мест, кроме диспетчерской службы, у нас пойдут и рейсы из-за границы в том числе. Мы сегодня единственный аэропорт, кроме Минвода, где такое количество рейсов. Единственный. И вы знаете, да, или нет, тут я в крайний раз в Москву улетел, я зашел в самолет, в салоне, в нов бизнес-классе. Сидел только один пассажир с Владикавказа. Ну, соседи. Все остальные с соседних наших республик. И мы сегодня перекрываем ту плохую историю, о которой я говорил, вспоминал, да, перекрываем хорошие истории. И тут хочется слова благодарности сказать всем нашим людям. редко, ну, практически, вот, редко, когда, значит, был, ну, в прошлом году, по-моему, был там один или два случая, да, когда к нашим гостям, ну, относились, скажем так, не очень вежливо, редко. А это тоже один из вопросов привлекательности республики. Ну, там же, Сергей Иванович, целая дискуссия разворачивается, а насколько гости себя корректно ведут? Это даже вот сейчас начинать днях вот так. Давайте так, да, мы, значит, это, еще раз говорю, взаимная вещь, да. Вот, те, кто из наших гостей будут себя вести некорректно, да, мы их корректности при... Но очень вежливо. Да, очень вежливо, значит, корректности призовем. Но вы поймите, да, любой человек, если он нормальный человек, который приезжает, если он видит одушность, он никогда, ну, не будет поступать по-хамски. Да, многие не понимают нашего менталитета и наших обычаях. Но мы сегодня по этому направлению тоже работаем. Дальше. Мы что еще делаем? Вот я собирал студентов исторического факультета нашего СОГУ, да, с преподавателями, там, с деканами, деканами, проректорами. И уже они подхватили эту идею и работают. У нас вот есть обезличенные памятники охраны культурного наследия. Вот. У нас есть какой-то реестр, который пополняется, да. Но покопаться в архивах, каждый памятник же имеет свою историю. Фамильные башни, там, значит, городища и так далее. Так вот, это мы с их помощью, а им это зачтется в виде курсовой работы, там, или дипломной работы, или, там, зачета, или экзамена. Вот. Мы это все обобщим и сделаем полный реестр, да. Второе. Обобщим и сделаем соответствующие таблички на каждом. Историю. Вот это вот такая огромная работа, в том числе, и не совсем заметная. Мы сейчас работаем, чтобы вернуть в исходное, да, то есть, некоторые, значит, наши достопримечательности законсервировать, а некоторые отреставрировать. Это очень большой объем работы, в том числе, и это бюджетоемкие вещи. Бюджетоемкие вещи. Но это будет, это все войдет в единые туристические маршруты. И в любом случае мы рано или поздно перейдем к единому, так называемому, билету. Да, это когда мы, вот, в Москве, да, посетите Феогдон, на рекламных конструкциях появилось. Как вы думаете, ну, просто так появилось? Нет. Мы сегодня работаем с туроператорами, федеральными в том числе. И наши туроператоры, частные, тоже в этом вопросе молодцы. Тоже в этом вопросе молодцы. Так вот, единый билет, это человек рассматривает, выбирает, оплачивает. Все включено, прилетает, размещается, идет по тому маршруту, по которому, который он выбрал, улетает. Это цивилизованные организации туризма. Да, хотя и, скажем так, значит, дикий туризм тоже никто не отменял. Ну, да, пожалуйста, приезжайте в гости, смотрите то, что вы считаете для себя интересным. А направлений у нас очень много. Мы в этом вопросе в преимуществе над многими нашими соседями. В преимуществе. Коллеги, извините, пожалуйста, у нас опять видеосвязь РБК. Вот, пожалуйста, Наталья очень долго просто тоже ждет. Здравствуйте, Наташа. Если можно, я боюсь ошибиться в ударении вашей фамилии Евсикова. Да, РБК, Наталья Евсикова. Здравствуйте, Сергей Иванович. Вот мы очень много работаем, первый раз вот так вот видимся в лицо, хоть и онлайн. Коллеги на связи с нами постоянно, очень глубоко погружены в тему. Ну, надеюсь, что сейчас тоже вопрос прозвучит такой вот, как нужно. Да, здравствуйте, Сергей Иванович, здравствуйте, коллеги. У меня вопрос тоже касается развития туристической сферы в республике. В рамках реализации модели экономического развития региона планируется выполнить до 2030 года пять инвестиционных проектов. В один из проектов развития новых туристических дестинаций входит также создание туристско-рекреационного комплекса «Кахтесар». Можно ли подробнее рассказать о этом проекте, что уже создано, что планируется, объем инвестиций и, может, уже известны точные сроки реализации этого проекта? Спасибо. Спасибо. Ну, до 2030 года я немножко уточню. Это в модели экономического развития основных пять, как вы говорите, проектов. А так их больше. Там, когда мы разрабатывали экономическую модель, там было уже дополнительно 15 или 16. Это те, которые сопутствующие. На сегодняшний момент их еще больше. Их еще больше. Если мы до 2030 года рассчитывали объем инвестиций порядка 64 миллиардов, за прошлый год уже 20 с лишним миллиардов инвестиций вложено в республику. И на этот год мы планируем, примерно это одна треть от того, что мы планировали к 2030 году. На сегодняшний момент примерно такая же сумма планируемая, которая будет вкладываться в республику. Дальше. Проект Кахтесар, он уникален чем? Первое. А, ну, само место. Очень красивое. Дальше. Само городище, которое наверху находится. Два. Третье. Дорогу мы там уже начали делать. Да, и там второй этап предстоит. Четвертое. Проектно-сметная документация в стадии окончательной разработки и ухода в экспертизу. Это место-отель, который будет прямо в скале. Прямо в скале. Поэтому он в стадии реализации. Там объем инвестиций порядка двух, почти два миллиарда рублей. Вот. И плюс дополнительно. Это консервация и потом реставрация некоторых объектов самого городища. То есть это будет очень тоже привлекательное направление. Начиная с подъездов, заканчивая, значит, самим размещением. Самим размещением. В стадии реализации, я думаю, что где-то 25-й год. 25-й год. Это окончание его строительства. Так же, и мы по некоторым объектам идем с опережением. Вот, допустим, Алания-парк. Он в эти пять прорывных не входит. Но сегодня там идет полным ходом. Да, дожди немножко помешали. Или погода. Полным ходом идут работы. Трасса готова. 1700 метров. Довольно комфортные высоты. Дорога готова. Система снега оснижения или снегоподдержки готова. Сейчас идет инженерные сети. Одна линия по энергетике проведена. Инженерные сети идут. Канатная дорога стоит. Колесо обозрения стоит. Кабины в колесе обозрения. Они с кондиционерами. Зимой тепло. Летом прохладно. И на самой вершине проектируется гостиничный комплекс. Который тоже в стадии окончания проектирования. И потом перейдет в экспертизу. Кроме этого еще. Уже на последующие годы. Там 24-25 год. Там еще тематические объекты. Почему он назван Аланья Парк. Тематические объекты будут. Это будет не просто развлекаловка. Как там горно-лыжный курорт. Или еще что. Тематические объекты. Которые будут. И веревочные парки. И все остальное. И для горных велосипедов. Это все в стадии строительства. Первый этап. Мы заканчиваем. Осень. Не осень. Да. Первый этап. Мы заканчиваем в конце этого года. Я думаю. Что зима. 23-24 год. На этой трассе можно будет уже кататься. Спасибо большое. Кроме этого. Еще раз хочу сказать. Кроме туристического направления. И отдыха. Мы в этом году приступаем к строительству тепличного комплекса. Общий объем инвестиций. 15 миллиардов. Все документы. Теплица Лании называются. Все документы согласованы. И первый транш 5 миллиардов. Минсельхозбанк. Россельхозбанк. Инвестор выделил. Чтобы вы понимали. Самое большое тепличное хозяйство в России. 147 гектаров. У нас получится. Где-то под 200 гектаров. Это будет одно из самых крупнейших тепличных хозяйств. Вот так. Тот инвестор, который это делает. У него по всей территории России. Уже несколько таких хозяйств. Общий объем. Порядка. Это 140 гектаров. И вот это все сопутствующие экономические модели. Сопутствующие проекты. Которые дают соответствующий результат. Вот сегодня вспоминали. Про завод по производству кормов. Его в экономической модели нет. Но в экономической модели есть развитие аквакультуры. Соответственно завод по производству кормов. Это все в такой прогрессии идет. Поэтому я думаю, что по некоторым направлениям. Реализация этой экономической модели. Мы идем с опережением. Двигаемся дальше. Наталья, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Рады были увидеться. Если можно, давайте пройдемся еще по нашим федералам. У нас информационное агентство ТАСС. И Лена Цгараева. Пожалуйста, Лена, вопрос. Сергей Иванович, в речь, когда вы вступали в должность главы республики, вы произнесли такую ремарку, которая очень сильно распространилась и запомнилась на сих пор. Вы сказали, ирунаум барын, зурын, кашин, фышин. Вы тогда произносили в другом контексте, но сейчас вопрос у меня по истинскому языку. Очень многое делается для его сохранения, для его развития, но остается нерешенным вопрос по закону о языке. Мы являемся единственной в стране республикой, в которой этого закона нет. Законопроект был разработан в 2014 году и внесен правительством в парламент. Однако он не дошел до первого чтения. Его сняли, потому что по официальной причине не было обоснования социально-экономического, финансово-экономического. По негласной причине во время обсуждения в комитетах просто в нем не понравилось то, что Дегорский был прописан не диалектом, вернее, Дегорский был прописан диалектом, как это есть по Конституции, и его хотели, чтобы он был прописан языком. Так вот, проект был доработан, все эти причины убрали полностью, то есть там вообще уже нет слова о диалектах, есть финансово-экономическое обоснование, оно распределяется по этапам, то есть никаких причин для принятия такого закона у нас нет. Нужна лишь политическая воля. Так вот, сам вопрос, планируете ли вы выступить с инициативой по внесению вновь в парламент этого законопроекта для его дальнейшего принятия? Хорошо, спасибо. Вот знаете, в законодательном, вернее, в парламенте на сегодняшний момент ни одного проекта закона этого нет. Второй момент, я бы вам сказал, присядьте, присядьте, то неудобно. Я бы сказал так, вообще-то к законам о языке, национальном языке и так далее, надо подходить очень осторожно. Он может стать как объединяющим звеном, так и разъединяющим. У нас в Конституции написано, в Конституции есть два государственных языка, русский и осетинский. У нас есть программа государственная, 21-25 годы, в которой отдельно есть мероприятие по поддержанию и развитию осетинского языка. Мы сегодня, правительство республики, мы сегодня все меры поддержки оказываем. И мы, значит, единственная республика, которая выступила с инициативой провести конкурс на лучшего учителя национального языка. И вы знаете, в прошлом году на общероссийском конкурсе наша учительная... Яна Пикоева, помню. Да, Яна Пикоева, да, завоевала первое место. Мы поддерживаем полностью и финансово, и, значит, всеми способами поддерживаем развитие осетинского языка, преподавание осетинского языка, средства массовой информации и печатные средства, которые выходят на осетинском языке. Поэтому вот я для себя пока сказать не могу, нужен этот закон или нет, и суть этого закона. И суть этого закона. Второй момент. Ну вот я глубоко убежден в том, что осетинский язык надо поддерживать в семье. Ну, в семье. Вот, если бы у меня в семье и на улице, да, не разговаривали, ну, мама, бабушка у которой, земля пухом, всем, вот, значит, мы пацанами, когда бегали по лагерю, если бы не разговаривали на осетинском языке, я бы не разговаривал. Да, тогда я в другом контексте об этом сказал, почему бы это когда начали выяснять, а говорит он, не говорит, и так далее. Когда день осетинского языка был, вот, 15-го числа, да, я сказал приветственное слово без бумажки. Мы старались писать. Да, мы должны, хотя мне там пишут, мы должны научиться сами и научить наших детей думать на осетинском языке и говорить на осетинском языке. Если мы будем думать на осетинском языке, мы его никогда не забудем. Если мы будем говорить на осетинском языке, мы его никогда не забудем. А у нас есть, а, классический осетинский язык, классика, Костах и Тагура. Его классик, классический Яшкинский язык Его надо поддерживать и развивать Есть разговоры И кроме нас, если мы Что бы ни делали, какие бы мы законы Не издавали, если мы Сами между собой Не захотим его сохранить, мы его не сохраним У нас Работает Оландская Гимназия У нас В школах Значит, Остинский язык есть А вот центр Остинского языка Да, мы будем создавать Я об этом сказал На одном из совещаний Надо создавать центр Остинского языка Для того, чтобы это сделать Не обязательно какой-либо Дополнительный закон принимать И вот вы правильную фразу Сказали, да, диалект или язык Ну, слушайте Ну, мы Вот Мы же все друг друга понимаем Да, так вот Если вот Такие камни преткновения делать Да, то мы Просто Пойдем раздрать Зачем Я прекрасно понимаю Ястинский язык понимаю Ирон Ирон Да, я кудатцев понимаю Кудатское наречие Я понимаю дегуатцев Они меня понимают Вы их тоже понимаете Вот Так вот Я считаю, что Все должно быть Как бы соизмеримо Да И второе Знаете Без перетягивания Одеяла Да Вот На одну В одну или другую сторону Вот в этой программе В принципе Мы ее актуализировали Она Не идеальная Но она подлежит корректуре Да В соответствии с требованиями Времени Мы даже гранты Отдельные Выделяем На Тему Сохранения Развития Нашей Остинской Культуры Да Нашей Остинских Традиций И обычай Нашей Остинской Языка Вот И поэтому Тот Кто хочет Да Он Говорит Тот Кто не хочет Вот Ну К сожалению Силой заставить Очень сложно А Вот Сегодня Показательно Первый вопрос Был задан На Остинском Языке Да Это тоже Правильная История Но Почему я Перешел С Остинского На русский Но сегодня Нас слушает Аудитория Да Поэтому Хотя Я готов Ответить Слова Новозапаса И познаний Я думаю Хватит Для того Чтобы ответить На Остинском Языке На любой вопрос Да Может быть Где-то Как-то Не совсем Литературными Словами Да Потому что Простите Реплика Вот Вы когда Из Сибири Приехали Чуть-чуть Сложнее было Сейчас уже По-моему За два года Адаптировались Да Сложнее было Почему Потому что В Сибири Я разговаривал На Остинском Языке Только дома А дома Говорят у вас Ну Жена у меня Остинка Только дома Ну или Когда кто-то Приезжал А здесь Практики Больше Ну а здесь Конечно Практики Больше Но в любом Языке Нужна практика Но дело Даже не в этом Вот Мне не надо Вот знаете Вот сейчас В чем суть Вопрос Я не всегда сказал Вот в детский сад Зашел там В школу Задаю вопрос Да Вот как он На Остинском языке Ну помните Да Как на Остинском языке Колобок Ирон Арут Бабу Рукшагод Ирон Арут Задаю Говорила Вот Та же классика Да Колобок Лиса Там и так далее Костах Итагурова Откройте Да Там Журабль Лиса Ворона И кусочек И там Сыр Но это Не перевод Басин Крылова Это его Произведение Они отличаются И они же есть На Остинском языке И вот Задать Просто Иногда Задать вопрос А как На Остинском языке Журабль будет Журабль Кореюкоп Кореюкоп Ну молодец Видишь Знаешь А ты выйди И спроси Кого-нибудь Да На улице И для этого Вот для того Чтобы это знать Да Надо просто хотеть Надо просто хотеть Поэтому Я Давайте еще раз Я посмотрю Да Просто я Не ознакомился С этим законом Проектом закона В 14-м году И так далее Но в сегодняшний момент Я считаю Что достаточно То что у нас Прописано в Конституции Республики Да И то что Прописано В соответствующей программе Вот По развитию Нашей Настинской Национальной культуры У меня тут Спутник Южной Осетии Вот Дзераса Техова Активно пишет Что у него в продолжении Темы вопрос Поэтому пожалуйста Дзер Как раз таки В продолжении вопроса Про язык И про кударцев Про кударцев Вот так вот Как раз таки В своем ежегодном докладе Вы отметили Что развитие И сохранение Остинского языка Невозможно Без взаимодействия С Южной Осетией Есть ли уже Какие-нибудь Конкретные наработки Какие-нибудь шаги И еще такой вопрос Какой вы видите Роль Остинских землячеств И остинских диаспор В сохранении И развитии языка Спасибо Начну с последнего вопроса Роль Остинских диаспор Которые находятся Да Или землячеств Которые находятся В других регионах Она Очень важная роль Это Сохранение Да И Скажем так Ну Не реклама Ну в том числе Реклама Да Нашей истории Наших обычаев И традиций В том числе И нашего языка В том числе И нашего языка Вот И это Чем Больше они В этом направлении Будут работать Чем Теснее взаимосвязь Тем лучше для нас Они представляют Нашу республику Осетию Да И Значит Остинский народ Они представляют В других регионах Это же хорошая история Правильно Да Вот Самое главное Чтобы они ее В хорошем понимании Этого слова Представляли Что делается В принципе В большинстве регионов Да Это и в том числе И как бы Взаимопомощь Вот смотрите Значит В Москве Да Наша Церковь Да Настоятель Нашца лагира Да Вот сейчас Отремонтировали Ее сделали Да Там же памятник Детям Беслана Да В Санкт-Петербурге И к этому памятнику В Москве Да И к этой церкви Входит не только Члены Ростинского землячства Ростинская Диаспора Но и люди Тоже В том числе Это вот В хорошем понимании Да Такая Прогрессия Да Открытие нашей Республики Да О том Что Есть такая Маленькая Республика Есть такие люди Есть такая Многовековая Культура Есть Многовековые Традиции И обычаи Это Очень хорошая тема Теперь По взаимосвязи Ну Знаете Я не раз в выступлениях Говорил Да Что мы один народ Мы живем У нас одна история Одни традиции Одни обычаи Ну так получилось Да Административные границы И все остальное Поэтому Взаимодействие С точки зрения Культурного направления Да Оно Оно Было Есть И будет И дальше Будет развиваться С точки зрения Других направлений Но все таки Это Межгосударственные Отношения Да И тут Полномочия региона Они в некоторых вопросах Ограничены Но если Пока есть Культурная И историческая Связь Да Рано или поздно Меж Значит Экономические связи И все остальные Они рано или поздно Будут Почему Потому что Ну Рано или поздно Здравый смысл Все равно должен Ростожествовать Вот А так Мы не делимся Вот вы сказали Куда Да мы не делимся Вот Мы Еще раз говорю Живем По одним По одним Традициям По одним Обычай Друг друга Мы понимаем А это Самое главное Когда Представители Одного и того же Народа Одной и той же Национальности Понимают Друг друга Это Основа Дальнейших Дальнейшего Развития Отношений Независимо От административных Границ Вот И Тех Ну Субъективных Объективных Трипонов Которые Возникли Исходя Из Обстановки И времени Вот У меня и жена Фамилия Такая же Как вы говорите Южанка Поэтому Я бы не стал Значит Ну как Сдавый смысл Рано или поздно Бострожествует Сергея Ильич Давайте на этой Вот прям Хорошей ноте Двинемся дальше У нас впереди Есть пауза Еще одна Ну коллеги Один вопрос Перед ней Вот мне режиссер Подсказывает Что коротенько Можно Да еще он Зауру хотел Он еще тянет Зауру Мы на сладкое Просто оставили Это будет вишенка На торте У меня легкий вопрос Лариса Базиева Моздокский вестник В прямом эфире Уже звучал Этот вопрос О необходимости Строительства ЗАГСа В Моздокском районе Он сейчас Как и раньше Расположен В приспособленном Помещении Музея краеведения Вот в этом году Моздок отмечает 260-летие Со дня основания И в музей Очень часто Приезжают гости А у них тесно Сегодня день музеев Кстати И они мероприятия Свои проводят На улице Вот Район Уже Изготовил Документацию Землю Выделили Проектно-сметная Документация Готова на строительство А само строительство Еще не включено Ни в какую программу Можно его Хотя бы На 24-й год Район вам не сказал Когда он подготовил Проектно-сметную документацию Прошедшую экспертизу В этом же году Я думаю В этом году Да Хорошо Присядьте пожалуйста Я вам скажу так Мы Вот знаете Два года В прошлом году Была только программа Социально-экономического Развития Беслана Объективно У нас был забыт Моздовский район И забыт был Пригородный район Мы добились Поручения Я добился Поручения В постановлении 16.01 Включили И моздовские мероприятия Моздовского района Чтобы не делать Отдельного постановления И Пригородного района Ну и тот и тот район Пригородный район Пострадал Мы понимаем По каким причинам Моздовский район Ну это всегда Плацдарм для Тех Боевых действий Которые велись Вот Значит Осталось Необходимо И 6 мероприятий Мы смогли включить На 23-й год А всего их 46 Да 46 Или 48 Ну 46 48 Вот Значит Что необходимо Было дальше Сделать Для того Чтобы включить И значит Не включить А найти источник Финансирования Нужна Проектно-сметная документация Прошедшая Экспертность То есть цена Заявляться Тем более В тех Условиях Ну скажем так Ограниченного Финансирования Которые сегодня Есть По понятным причинам Из-за специальной Военной операции Там и так далее Вот Заявляться На Какой-либо объект Без Без конечной Стоимости Ну это Сразу Получить отказ Вот Почему у нас По Беслану Получилось Потому что Мы разработали Проектно-сметную Документацию Да Вот сейчас По Моздоку Мы И по пригородному Делаем то же самое И Сегодня заявка На строительство ЗАГСа Как вы говорите Вот Она находится На Минэкономразвитии Да И На согласовании На следующий год На 24-й год Вот говорить Еще раз хочу Чтобы вы поняли Да Мы пошли По принципу Разработки Проектно-сметной Документации По объектам За свой счет Для того Чтобы получить Окончательную стоимость Да И потом заявиться На федеральное финансирование Это самый правильный вариант Это самый правильный вариант И надеюсь Что в 24-м году Источник финансирования Будет определен Хотя На сегодняшний момент Есть определенные Там ограничения Да Что Внепрограммные объекты Новые Да Внепрограммные объекты Ну очень сложно Да Из-за обстановки В которой мы находимся Очень сложно Найти На них Источник финансирования Очень сложно Но По Многим Некоторым объектам Мы можем получить Соответствующее поручение Вот А по Моздокскому району И по пригородному району Так как они в программе У нас есть основания Что Заявляться на финансирование Вот это Самое главное Что это в программе А не дополнительная Нагрузка Какая-то Поэтому думаю В следующем году Мы приступим К строительству Спасибо большое Ну вот Обещанная пауза На небольшой Перед времени Прервемся А потом продолжим Так Ну мы Продолжаем У нас осталась Еще часть вопросов И конечно Хочется Чтобы все Коллеги Получили Возможность Задать этот вопрос Ну раз уж мы говорили О Зауре Форниеве Пожалуйста Заур Уже нет сил терпеть Задавай Заур Форниев Меня зовут Вопросов У меня Наверное Много Но вот Выделю Наверное Три из них Которые два Сольются в один Это по поводу Первый Наверное На него можно будет Быстро ответить Это по школе В Даркохе Там люди очень давно Уже ждут новую школу Там такая проблемная школа Вот если просто Посмотреть на нее То сердце кровью обливается А Ну Вопрос как стоял на месте Так и стоит Залавра Давай Последовательно Да А то Сразу три вопроса Тогда можно Следующий я тоже задам Ну да Задашь конечно Если ты сказал Ты Ну давайте так Да у нас есть Объекты Да Как ты сказал На которые школы В том числе На которые Ну больно Посмотреть Да Но Что Происходит сегодня Благодаря президенту Российской Федерации Да Есть Программа Капитального ремонта Школы Вот на Недавнем совещании Было сказано Мы пятый Субъект Российской Федерации По Количеству И объему Капитального ремонта Школы Пятый Значит Кроме этого Мы начинаем Стариться С шести школ Еще Значит По капитальному Ремонту Есть Школы Другодичные Да На два года Ремонт Есть годичные Как-то мне Кто-то Пытался Сказать Вот за три месяца Школу Не отремонтируешь Мы Годичную школу Ремонтируем Не три месяца А пять месяцев По некоторым Другодичным Школам Мы ремонт В прошлом году Сделали С опережением Да Это связано С определенными Трудностями И проблемами Первое А Прежде чем Приступить к ремонту Мы четко Понимаем Где будут На время ремонта Где будут Учиться дети Да Это доставляет Неудобства Но С другой стороны У нас есть Школы Которые Не ремонтировались С момента Постройки Второе В ходе Капитального Ремонта Возникают Работы Которые Скрытые Которые Когда Составляли Сметный Расчет Они Учесть Было невозможно В капитальный ремонт Мы вкладываем Не только Вот сам ремонт Да Но и оборудование Школ в том числе Это дополнительно В титул капитального ремонта Оборудование Не входит Дальше Фасады Там И системы Безопасности Поэтому По некоторым Школам Вот допустим Понятно Что меня там Ругали Да Одиннадцатая школа Ну сколько Одиннадцатая школа Была в ремонте Второе Значит Там здание Это Одно из зданий Да Это памятник Охраны культуры Наследия Дальше Там были проведены Работы по сейсмике Девятибальной А это Практическое усиление Всех конструкций Вот И я бы тут Вот Может быть Кому-то не понравится Но скажу так Цель Не самоцель Закончить ремонт Срок Самоцель Сделать хорошо Сделать хорошо Вот сейчас Двадцать Мы подали Еще семьдесят школ В капитальный ремонт Двадцать школ Двугодичных Уже утверждены Да Допустим Дополнительное Финансирование По Достройке школы В Кизляре Выделено Поэтому Ни одной школы Которая не пройдет Капитальный ремонт У нас Не Будет Не будет А Те шесть школ Которые мы Которые мы Которые мы Приступили к строительству Это Более Трех с половиной Тысяч мест Для детей Мы Мы сейчас Еще Рассматриваем Вот мы В Новом Городе Строим Прошколу Да С Поддержкой Значит Веб-РФ Веб-РФ 1200 Мест Мы сейчас Еще Одну Такую Документы Оформляем Чтобы Еще С помощью Инструмента Поддержки Веб-РФ Еще Одну Такую Школу Построить Еще Одну Такую Школу Построить Поэтому Все В плане Капитального Ремонта Да Вот Недавно Я На субботу Воскресенье Приехал Вологер Мне Гот А вот Первая Школа Она Там 51 Года Постройки Вот Ее Как бы В титуле Капитального Ремонта Нет Есть Она Как филиал Ну Когда-то Кто-то Ее сделал Филиалом Второй Школы Да Она Есть Отдельной Строчкой Как филиал Второй Школы Сама Вторая Школа В которой Я учился Старое Здание Да Потом Вот Эти Пристройки Которые Были Они В принципе Не совсем Отвечают Ну Требованиям Но Построить Но Снести Все И построить Новую Школу Наверное Это будет Неправильно Да Мы и так Смотрели Оставить Старое Здание Реставрировать Его Что-то Там Делать Она Вторая Школа Тоже В титуле Капитального Ремонта Поэтому И там Обследование Соответствующее Проведено Мы посмотрим Что там Можно Сделать Или Отремонтировать Ее так Чтобы она Обновилась Полностью Или Если несущие Конструкции И все Остальное Не соответствует Требованиям Да Будем Решать Вопрос Что построить Новую Школу Но Вот В душе Я вам По-честному Говорю Старая Школа Всегда Теплее Новой По Даркоху Просто Там Чуть Другая Ситуация У них Стены Валятся Прямо Время Уроков Я знаю Я знаю Так вот Мы сейчас Решаем Вопрос Или На ней Крест Поставить Или Посмотреть И как Ее Можно Отремонтировать Отреставривать Смотрим С точки зрения В том числе И бюджетных затрат Иногда Легче Построить Новое К сожалению Так бывает Чем Отремонтировать Или Отреставрировать Старое Поэтому В Даркохе Обновленная Школа Или Новая Школа Она будет Она будет Дополнение Что-то Нет Да Только с микрофоном Пожалуйста Иначе зрители Не услышат Вообще Добрый день Кристина Бедоева ГТРК Алания Вот как раз Мы говорили О капитальном Ремонте Школ Мы сейчас Не просто Все знаем Мы видим Сами Что открывается Все больше Отремонтированных Школ Чуть ли не Каждый месяц Уже новые С обновленной Мебелью С оборудованием С каким-то Современным Дизайном Но Насколько Такой Вот Ремонт Он надежен Потому что Безопасность Детей Стоит на первом Месте И сейчас Как вы Сказали Что школы Ремонтируют И за 5 месяцев Вот Глядя на Ситуацию Которая Произошла Недавно Со стадионом Спартак Мы видим Что Есть просто Давайте Давайте Договимся Так Аналогию Вот я бы Не стал Проводить Да А вот Знаете Везде Есть свои Недобросовестные Вещи Ну Есть Так вот То что вы Сейчас сказали Там по стадиону Спартак Ну По стадиону Спартак Никто Ничего Скрывать Не собирался И выявлено Это было Технадзором Но Есть Техническая Сторона Вопрос Если Опалубка Поплыла То надо Чтобы потом Убрать Надо Чтобы Бетон Застыл И сейчас Вот 90% Значит Все Вырезано Да И подрядчик За свой счет Сделает А дальше Я вам тоже Скажу Откуда Это Появилось Когда Был Обнаружен Брак Подрядчик Выгнал Тех Рабочих Которые Были Вот Тота Снял И выбросил Проблем Никаких Не вижу Ну Не В жизни Не бывает Так Да Чтобы Все Было Все Было Да Вот 100% Хорошо Так Не бывает И брак Бывает Самое Главное А Чтобы Это Не было Скрыто Да И самое Главное Его Устранить Вот И все А То Что Как Вы Говорите А вот Качество И все Остальное Ну Любой Подрядчик За свою Работу Несет Что Ответственность И Есть Гарантийные Обязательства Которые Он Должен Выполнить Если Все Сделано По Технологии Да То Безопасность Как вы Говорят Значит Обеспечена Да А вот Уже Сточился Ли Как-то Контроль За Строительством Социально Значимых Объектов Он Знаете Стой Контроль Да Стой Надзор И тех Контроль Он Есть Все Объекты Строятся Под его Контролем Да И Даже Я потребовал Чтобы Делали Так Называем Фотографии Дня Я понимаю Что Вы Сейчас Хотите Пойти По Принципу Обжегшись На воде И дуешь На воду Но Друзья Не Доверяй Но Проверяй Да Это Система Контроля Установлена Но Нельзя Всем Не Доверять Ну Нельзя Всем Не Доверять Поэтому Мы Система Контроля Есть Соответствующие Должностные Лица За Брак Который Был Допущен Подрядчикам Они Соответствующее Наказание Понесли Подрядчик Сам Себя Наказал Тем Что Он Разбирает За свой Счет И за свой Счет Будет Восстанавливать Вот И все Поэтому Я бы Не стал Вот так Вот Говорить А вот Три Месяца Пять Месяцев Второй Момент Есть Соответствующие Технологии Да И объем И работ Которую Он должен Выполнить Есть Соответствующая Приемка А тот Кто Подписал Акт Приемки Вот И Скажем Так Закрыл На что На глаза Он несет Уголовную Ответственность Вот Мы сейчас До этого Разбирались С прошлого Года Начиная С домом Одним Где Значит Газопровод Идет По Фасаду Ну Это Проблемный Дом Был На Багратионовской По-моему Я сейчас Адрес не помню Начиналось Строить МВД Когда-то Там И так Дали Потом Приватизировали Перешли Люди Сами Себе Газ Там Провели И так Дали Вот Ну Кто-то Этот дом В эксплуатацию Вводил Когда-то Ну Вводил Но Сейчас Мы Значит Наш Значит Отделение Межрегион Отдел Межрегион Газ Должен Был Отключить Людей Восенне Зимний Период Ну Сделали Проект Да Сейчас Он Эксперт Изу Пройдет И Будем Делать Люди Живут Там Уже Не Один Год Поэтому К сожалению Недобросовестные И подрядчики Значит И заказчики Тоже бывают К сожалению Но всех Подадим Ребенку Тоже Грести Нельзя Тех Школы В которых Мы ремонт Сделали В прошлом Году Они Сделаны Хорошо В 11 Школу Зайдите Хорошо Сделали Но Еще раз Хочу Сказать Там Все Конструкции Под 9 Баллов Были Усилены Все Вот В принципе Иногда Чтобы Привести К 9 Бальной Системе Легче Снести И заново Построить Да Ну Там Историческое Историческое Здание Сделали И И другие Школы Будем Делать Точно Так И Качество Работ Тоже Будем Проверять И принимать Спасибо Сергей Макзауров Возвращаемся Да Он попросил Три вопроса Вот тогда Наверное так скажу Что последние Может быть Недели 3-4 Главный Поставщик Таких Условно говоря Сенсационных Новостей По республике Это стал Губ Водоканал Да Назовем его так Хотя там Какое-то Длинное название Вот Во главе с Новым директором Тимуром Караевым Да Буквально Каждый день Появляются Какие-то Фотографии Труп По которым Идет вода Питьевая Которую мы пьем Потом Каких-то Аварий В общем Очень все Как-то Серьезно И Прямо Очень страшно Почему страшно Потому что Ты видела Эти трубы Да Не страшно Нет Страшно Что они Есть Но не страшно Что Как бы Это нам Показывают Раз Видят Значит Будут Устранять Наоборот Этого Гупа В частные Руки Тема Рассматривалась Перевода В частные Перехода В частные Руки То В шестом Месяце Прошлого Года Я бы Не стал Вмешиваться В оценку Значит У нас Есть Документ Который Был Подписан Предыдущим Директором Влад Стока Который Нанял Оценщика И он Все Имущество Влад Стока Оценил В 35 С половиной Миллиона Остаточная Стоимость Ну Это Кто Знает Бухгалтерский Учет Да Это Он Понимает Что Это Остаточная Стоимость Основных Фондов Когда Мы Вмешались Его Ему Значит Это Емущество Стоимость Ему Выросла В 700 Миллионов Сразу Да То есть Есть Принцип Ну Как бы Я Усматриваю Да Принцип Принамеренного Банкратства Дальше Кредиторская Задолженность 200 Миллионов Да Дебиторская Задолженность 700 Миллионов Ну Платежи Я не буду В эту историю Впадать Да Мы Я вышел С инициативой По воде После того Как Поручение Президента Это было Если помните Да Когда Я у него был Вот Он сказал Водоснабжение Водоотведение И теплоснабжение Помните Да Дополнительное поручение Тем Которым было Вот Дальше Правительство Российской Федерации Поддержало У нас В этом С точки С точки Зрения Того Чтобы Субсидировать Межтарифную Разницу Да Вы Помните Да Что Физическое Лицо Платило 9 там Рублей За Кубометр Юридическое Лицо Тоже 9 рублей За Кубометр Ну это На мой взгляд Неправильная История Да Потому что Физическое Лицо Просто Воду Потребляют А юридическое Лицо Многие Юридические Лица На этой Воде Что Зарабатывают Согласитесь Да Ну справедливость То Должна Быть 2 Третье С Формированием На К нам К нам В эту Программу Вошли Дагестан Да И Вошла Ингушетия Дагестан Вошел С его Двумя Населянными Пунктами Это Каспийск Мы Избербаш А мы Всей Республикой Так вот Для чего Это объединение Было Сделано Первое А Это Значит Получение Субсидий На межтарифную Разницу Второе Ну Значит Владикавказский Водоканал Владсток К примеру Иологесский Водоканал Да Или Адонский Там Водоканал Но это Две Несоизмеримые Вещи С точки Зрения Экономики Согласитесь Да И вот Знаете Сообщающие Сосуды Да То есть Где-то Владсток Прибыльный Помните Как говорили Прибыльный Но он Прибыльный Был на бумаге Значит Все остальные Водоканалы Кроме Моздокского Да Значит Они Как бы При такой Тарифной Политике И все остальное Они убыточные Так вот Мы На этом И сыграли Дальше Сейчас идет Инвентаризация То есть Мы ГУП Создали ГУП Принимает Все имущество Водоканала Идет Инвентаризация И конечно Выявляются Вот Те вещи О которых Завар Ты сказал И несанкционированные Врезки Да И Отсутствие Прибора Бучета Вот И все остальное Плюс Платежная Дисциплина Так они Дают На сегодняшний момент Свой эффект Экономика В принципе Водоканала Да Она позволит Быть плюсовой Всего Водоканала Она позволит Быть плюсовой И позволит Заниматься Чем Модернизацией И Есть Значит Плюс еще Работа Какая Первая По Инвентаризации Проходя Инвентаризацию Мы понимаем Оценочную Стоимость Оценочная Стоимость Примерно Будет Миллиард Двести Не меньше А то Может быть И больше Дальше Мы понимаем Состояние Да Понимаем Есть приборы Расход Есть Приборы Учета Или Нет Да Понимаем А Есть Врезки Есть Неучтенный Расход Воды Или Нет И так Далее И соответственно Понимая Это Мы принимаем Водоканал Будет принимать Меры Или правительство Республики Для того Чтобы Значит Снизить Объем Потерей Ну и Конечно Там Где Необходимо Модернизировать То есть Не Чопниковые Ремонты Да Там Забили Дер А Прокладка Новых Магистральных Водопроводов Вот И соответственно Конечно Повышение Платежной Дисциплины Да И Значит Регулируемая Тарифная Политика В этом вопросе Вот как бы И эта тема Вот Директор Водоканала То есть Нет задачи Кого-то В чем-то Обвинить Или найти Кого-то Есть задача Привести Все в порядок Поэтому Директор Водоканала Мы берем Ну Несколько вещей Да Первое А кто сколько Мы понимаем Какие Значит Юридические Лица есть И Значит Какой объем Они платят Завода Мы понимаем Дебиты Соответствующие Да Значит Директор Водоканала Эти данные Взял Дальше Он Собрал Руководителей Предприятий И сказал Разъяснил Все И сказал Вот так 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 Давайте Наводите Порядок Многие Уже начали Эту работу А потом Мы ее проверим Потому что Воды В республике Много Ну По факту Да А Значит Гарантированного Водоснабжения Нет Перерасход воды Очень большой Эти Перерасход Списывался На потери Так Нам Надо Понять Где Эти Потери Да И На основании Чего Эти Потери Дальше В этой же Системе Это Отдельная Пилотная Программа По Лагерам Да По системе Водоснабжения Первый Этап Идет Да Этой Там Там Мы Переходим К Системе Теплоснабжения Вот На Пятигорске На Инвестиционной Выставке После Наших Докладов Питаль Пролиста Дал Поручение Соответствующее По Теплоснабжению Пойти По такой же Программе Как и Водоснабжение Компенсации Межтарифной Разницы Для того Чтобы Это Сделать Надо Систему Теплоснабжения Все Вывести На Региональный На У нас Там Тоже Есть Проблематика Теперь По Сетям Значит Вообще Это Правильная История Когда Сети Консолидируются Да Под Значит Сетевую Компанию Это Правильная История Но Сетевая Компания Должна И Вы Помните В 21 Году Мы Консолидируем Но Сетевая Компания Должна Представить Инвестиционную Программу Повышение Надежности У нас В тарифе С 12 По 16 По 16 Год И С 17 По 25 Год По Среднению Правильства Российской Федерации Есть Инвестиционная Составляющая Мы ее Платим С Россетями Нормальные Взаимоотношения Мы говорим Представьте Нам Инвестиционную Программу Повышение Надежности Когда У нас Понимание Ну Скажем так Такого Не нашлось Что мы Должны Согласов Инвестиционную Программу По мероприятиям По всему Остальному Мы решили Вновь было Принято решение Создать Региональную Сетевую Компанию Это жизненно Во многих Регионах Эти региональные Компании Существуют И они Довольно Большие И когда Мы Говорим О том Что А Вы Представьте Вот Финансовая Модель Этого Вот Этой Сетевой Компании Она Элементарная Инвестиционная Программа Объем Инвестиций Которые Вкладывается И период Их Возврата Подписывается Период Возврата Допустим Десять лет Но Вкладываем Вкладывают К примеру Россети Вкладывают 5 миллиардов Или 4 миллиарда Или 2,5 миллиарда Вкладывают В инвестиционную Программу Повышения Надежности Это Строительство Трансформаторов Трансформаторов Подстанций Приборы Учета Умные Сети С вакуумными Выключателями И всем остальным Мы это понимаем Понимаем Значит Возврат инвестиций За счет тарифной Составляющей Десять лет Мы подписываем С ними Соглашение На десять лет И долгосрочный Тариф Который Понятен Для всех Вот к этому Мы и идем Давайте вот так Вот сделаем А пока Мы консолидируем Это имущество У себя Почему Во-первых Часть сетей Находится У них в аренде Наших сетей Вот Алань Электросеть Там Моздор Есть сети Там еще что-то Еще что-то И почему-то Они все Или в банкротном Или при банкротном Состоянии Дальше Есть Нам предъявляют Долги Это означает Сомнительные долги Вот хотите Пример По водоканалу Я приведу его Об этом Я уже об этом Говорил наверное Еще я сейчас скажу Ну мы взяли Посчитали Мощность Потребляемую Всем водоканалом Она в документах Прописана Да Но если Электрический чайник Вот который Вы включаете Да дома Написано 25 киловатт Вот за сутки работы Сутки Круглосуточный Он будет работать Он потребит 25 киловатт Мы посчитали Эту потребляемую мощность Хотя не все Агрегаты Работают Круглосуточные А нам Представляют К оплате Да На 20 процентов Больше Чем мы можем Потребить А почему Приборов Учетов нет А их надо Ставить Да Ну и так далее Это называется Сомнительные долги Так вот Мы сейчас договорились Да Мы консолидируем Наши Значит По многим Сетям Да Договора Ренды закончились Это наше имущество Нам верните его Мы его консолидируем Представьте нам Миссионную программу Представьте нам Объем финансирования Представьте нам Финансовую модель С точки зрения возврата Мы с вами подписываем Соглашение Соответствующее Долгосрочный тариф И пожалуйста Повышайте надежность Наших сетей Мы это можем сделать Когда нам будет понятно К чему мы идем А пока Мы только Долги 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 В том числе и сомнительные долги Да И в том числе судебные решения Ну это На мой взгляд Это не совсем Правильная история Да Забрать долги Ну во первых Нужно еще согласовать Вот по теплоснабжению С межрегионгазом Или с Газпром Мы договорились Да Долги копились Там Определенное время 4,5 миллиарда На прошлый год До сети Должна была Газпром По теплоснабжению И всему остальному Мы договорились Что эти долги Отсекли Да Создаем Единое предприятие Долги Которые у нас Сейчас копятся Вот там Из-за того Что тариф Не экономический Не обоснованный Еще как-то Еще как-то Да Реструктуризируем На 15 лет Первые 3 года Эти Мы их не выплачиваем А потом Возмещаем То есть Красную черту Подвели Начинаем платить Текущие платежи А с долгами Реструктуриз Вот на таких условиях Нормальные Условия Да Госструктура Одна Регион Государственная Структура Тоже одна И там Никаких там Банкрот Судебных Там Исков И всего остального Субсидарные Ответственности На бюджеты Вот И так далее Вот к такому же Мы Я думаю Сейчас по такому же Пути с сетями Мы идем Вот И я думаю Мы этот вопрос Решим Почему Потому что Ну Ну просто вовремя Ну скажем так Да Вот по воде Мы вовремя Приостановили Все По сетям По теплоснабжению Делаем то же самое По сетям Делаем то же самое Вот и все Вот чтобы Мы должны Повышая надежность Да Повышая надежность Мы Даем Гарантированную Гарантированную услугу И соответственно Чем больше надежность Да Тем меньше потерь Чем меньше А потери все Вкладываются в тариф И в итоге Мы можем прийти к тому Да Что и тариф стабилизируется И он будет Даже может быть снижен Понимаешь Понимаете Вот о чем речь А не то что Значит Только Тупо взыскать долги Да И развалить все предприятия ЖКХ Вот Такая история Сергей Иванович Продолжаем дальше Да Вот я понимаю Завр что тебе Глава республики Три вопроса Пообещал Но если третий вопрос Будет такой же глубокий А теперь Уже все Все отлично По водоснабжению Мы вопрос концессии По водоснабжению Не рассматриваем Сергей Иванович Давайте вот так Чтобы Вода не перейдет В частную собственность Вода не перейдет Ни в коем случае Ни в коем случае Все Вода могла перейти В частные руки Если бы мы допустили Банкротство Да И Значит Ухода все это с торгов Вот тогда бы она точно Перешла в частные руки Все Спасибо А сейчас в частные руки Переход воды Водоснабжения Водоснабжения В частные руки Не рассматривается Чтоб всем сразу Было все понятно Тогда едем дальше Алексей Смагин Агентство Аэронформ Пожалуйста Давно уже ждет Спасибо Сергей Иванович Добрый день Инвестирование И модернизация Вот этот вопрос Рассматривается И в том числе На федеральном уровне Контрольный в голову Продолжай Добрый день Меня зовут Алексей Смагин Информационное агентство Аэронформ Хочу вернуться К теме Социально-экономического Развития республики Многое было сказано Про Такие Приоритетные Направления Как туризм Развитие сельского Хозяйства Аквакультуры Но Хотелось бы узнать Ваше личное мнение Как главы республики О таком Перспективном И тоже Довольно доходном Направлении Как IT То есть это было бы особо интересно И для молодого поколения Отток которого происходит Не только Там В Северной Осетии Но и во многих регионах Отток в столичные регионы И Для молодого поколения Это был бы еще один повод Для того Чтобы остаться Развивать свою республику И достойно зарабатывать У себя дома Может быть Это конечно Отток бы и не Прекратило полностью Но возможно бы Как-то его снизило Вот как вы считаете Насколько это вообще На данный момент Целесообразно То есть есть ли Необходимость И возможности У республики Для того чтобы Развивать IT отрасль Спасибо Отвечу коротко Да Значит это И целесообразно И необходимо И имеет хороший эффект Поэтому мы рассматриваем Строительство Так называемого IT классера Или IT городка И вот на Санкт-Петербургском форуме Да Мы будем представлять Соответствующую площадку С предложениями По этому вопросу А то что у нас есть Условия для этого Да Вот Взаимосвязь с заводом Электроцинка Дешевая энергетика IT отрасль Да Это отрасль Которая Высокоэнергетична Да Дальше Вы уже Слышали об этом Я уже об этом говорил Что в первую очередь Сода мы построили Правда сделал ее инвестор Сода это Центр обработки данных Глобал Аванья Это есть программа Мы вошли в свое время В правительственную программу Сейчас мы рассматриваем Вторую Очередь Центра Организации Центра обработки данных Сода А это В том числе Это сопутствующая Отрасль IT технологии И уже В первую очередь Центр заключает Договора Даже с Дальним Востоком По хранению Обработке Анализу И выдаче Передачи данных Поэтому Актуально Рассматриваем Строительство IT городка Спасибо А есть понимание Когда Конечно Приблизительно А? Есть примерное Примерное понимание Когда он будет реализован Ну вот мы Примерное понимание Заинтересованных лиц Да Увидим На Санкт-Петербургском Форуме В принципе Место И сама Схема компоновки Она уже Место определено Сама схема компоновки Тоже уже есть То есть Картинка есть Вот Но Есть определенные Требования К таким городкам Я их видел Да Вот поэтому Там Высоко Финансово Емкий проект Вот А то что Желающие появятся Я ни в коей мере Не сомневаюсь Ну и Небольшая ремарка Чем будет Отличаться Наша выставка От Вне Наш стенд На форуме Санкт-Петербургском От нашей Нашего стенда На инвестиционной Выставке В Минводах Мы там Представим Не только Проекты Которые Реализовываем Уже Да И не только Наши Достотримечательности Но представим Еще несколько Площадок Да Для реализации Тех Или иных Проектов Которые Будем предлагать Инвестору Вот В глобальном Понимании Слова Инвестор Это тот Той лицо У которого Есть деньги И который Хочет Чтобы они Работали Мы ему Будем предлагать Вкладывать Деньги В те Проекты Вот Мастер Хороший Скажем так Показной Пример Будет Это мастер Плантов Кластера Мы ему Будем Предлагать Места И те Проекты С финансовыми Моделями Да В которые Можно Вложить Мы хотим Чтобы он Вложил Деньги А не те Проекты Которые Он сам Хочет Реализовывать Хотя От них Мы тоже Отказываться Не будем У нас Эмиссионных Площадок Республики Особенно В промышленном Направлении У нас Очень много Вот Будем Предлагать Строить Айти Городок Инвестор И посмотрим Их Заинтересованность Ну я думаю Предварительные Разговоры Уже идут По этому Вопросу У нас Переговоры Заинтересантов Будет Надо просто Не просто Место Показать И картинку А еще и Предоставить Соответствующие Преференции А преференции В 22 году Указом президента Определены А мы можем Дополнительные Преференции Предоставить Продолжаем У нас есть еще Видео Вопрос От Интерфакс Юг Тоже Федеральное издание Интерфакс Коллеги с нами Не смогли Связаться Онлайн И поэтому Выкрутились Таким образом Записали Видео Вопрос Прислали Это Анастасия Мельник Вот он у нас Сейчас на стоп-кадре Давайте ее послушаем Пожалуйста Сергей Иванович Коллеги Добрый день Анастасия Мельник Информационное Агентство Интерфакс Юг Сергей Иванович В апреле В апреле Вы сообщали О планах По запуску Проекта По винопроизводству Винограды Кавказа На каком этапе Находит реализация Проекта Каковы сроки И объем инвестиций Спасибо Вот спасибо Что выкрутились Знаете Для любого региона И Осетия Не исключение Есть исторически Сложившиеся Отрасли Экономики Да Вот Объективно Субъективно Многие из них К сожалению Ушли Вот Но виноградство Для нас Это не новая Отрасль В прошлом году Мы посадили 11 тысяч Саженцев Лозы В этом году Планируем 300 Ну за 300 По 350 Тысяч Вот Поэтому Это нормальное Явление Инвестиции Такие идут И меры поддержки Тоже Ну Понимаете Да 11 тысяч И в этом году 300 Почти Ну почти 350 тысяч Саженцев Лозы Наверное Это Большой объем Правильно Да Большой Поэтому Виноградство Будем возрождать В том числе С Одним из Крымских Научно-исследовательских Институтов По-моему Карачач Называется Да Карачач Мы договорились О том Они рассматривают Изучают вопрос Возрождение Не возрождение А закладки виноградов На склонах Наших Мужчиней Такое Тоже Может быть Но Они пока Мы Значит Пока изучают Этот вопрос А в Мозговском районе Мы закладываем Дополнительно Виноград Я думаю Удовлетворил Этим вопросом Я полагаю Что коллеги Да Вполне удовлетворены Пожалуйста Основа Тоже информационный Здравствуйте Сергей Иванович Здравствуйте Коллеги Телезрители Так как это пресс-конференция Можно задавать И острые вопросы Да Карина Представь Карина Якаева Портал Основа Очень трудно Обойти тему Со вчерашнего дня Наше общество Бурли По поводу того Что По поводу Жить По поводу того Что житель Владикавказа Который Я попробую Прочитать Я думаю Что про Техова Да Вопрос Наверное Да Печаль неизвестный По резонансному Убийству Бывшие Супруги И приговоренные Два года назад К 16-летнему Сроку После полугодичного Нахождения В зоне боевых действий Был выпущен На свободу Жители республики В соцсетях Считают это Несправедливым И хотели бы узнать Ваши отношения К такому Возвращению В общество Вот давайте Так Да Значит Есть соответствующие Указ Президента И законодательные Акты Да Которые Дали Возможность Техова И таких Как он Призвать На выполнение Для специальной операции Ну Это не региональный вопрос Да Второй момент Значит И там есть условия Полгода И он Там Амнистирован Или там еще Как-то И так далее Вот И Мое мнение Личное Да Что в принципе Я бы не стал Так делать Но Мы все С вами живем В законодательном нашем поле Поэтому Вмешаться В эту ситуацию Мы С вами Не можем Да Но Единственное Что я могу сказать Тут Мне уже Кулуана Пытались Задавать Вопросы Что там Чуть ли не будет Представлен Государственной Республики Я вам сразу могу сказать Нет Не будет Не будет Вот Хотя Тоже скажу Да Что я был В тех Подразделениях Которые Сформированы Вот Из таких Людей Да Вот Я не Не персональные И беру Но Многие Из них Воюют Очень Хорошо Очень Хорошо Поэтому Вот Сегодня Мы можем Только Констатировать Факт Да Что Он Был туда Направлен Шесть месяцев Отслужил В соответствии С законом Он Амнистирован Не амнистирован А Ему Как бы Освобожден До срочно Дальше Дальше Что еще Ну Дальше уже Да Морально-нравственная Плоскость Тут Да Дальше уже Не законодательная Вещь А этическая И моральная Да Вот Этическая И моральная Вот Я бы На его месте Не дай бог Конечно Я бы не приезжал Назад Я думаю Что Карин Да Наверное Это все Что можно сказать По этой теме Другого Знаете Вот иногда Есть вопросы На которые Сложно ответить Почему Потому что Это за рамками Полномочий За рамками Ну там Этических Моральных Норм Ну К сожалению Жизнь иногда Диктует Немножко другие Условия К сожалению Переключимся Тогда На следующий вопрос Вот 15 регион 15 регион Пожалуйста Да Если можно Представляйтесь Задавайте Мы слушаем Алина Кочева Информационный портал 15 регион В самом начале конференции Была затронута Тема транспорта И хотелось бы В продолжении Еще Спросить По поводу Создания новых Межрегиональных Маршрутов Планируется ли Если да То по каким направлениям Спасибо Значит Мы пока Вот Ну тот автотранспорт Который Большой вместимости Купили Мы пока Закупили Мы пока Их пустили По тем маршрутам Да Которые Дают экономику Соответствующую Ну они устоявшие И пустили Их параллельно Частникам Вот Если экономика Будет Показывать Что возможно Необходимость Значит Дополнительных Маршрутов Мы их естественно Запустим Но мы с вами Должны понимать Да Что вот смотрите Межрегиональные маршруты Они всегда Экономически выгодны Да Межмуниципальные Маршруты Они где-то Ближе в ноль Ну при той При нормальной Тарифной политике Да Значит Внутримуниципальные Они Если мы будем Держать тариф Да То они будут Минусовые Так вот Мы почему сделали Одно предприятие Да Чтобы За счет Плюса Да Компенсировать Где-то минусы Поэтому Вот По Межрегиональной Маршруты Там самое главное Одно Востребованность И экономика Вот Иначе мы Предприятие Вот это Ну как бы Только будем Датировать Всегда А это Не совсем Правильная История Поэтому Будет Востребованность Будет Вот смотрите Сейчас у нас Востребованность Возникла Да Иркутск Казань Владикавказ Иркутск Владикавказ Новосибирск Владикавказ Да Часть тариф Обдатируем Мы Вот Но продажи Предварительные Показывают Что заполняемость Хорошая Чем больше Заполняемость Меньше воздуха За который мы платим Да Дотацию Вот Если полный самолет Дотации нет Если Самолет Наполовину пустой То За половину пустого Вот Мы доплачиваем Из республики Иначе Обе компания Не будет В нашу сторону Идти Поэтому В этом вопросе Только экономика Восстребованность Заполняемость Экономика Коллеги Два часа Сорок четыре минуты Мы уже в эфире У нас остается буквально Четыре неохваченных Корреспондента Если вы готовы То мы тоже готовы Вы поднимайте руки Следующие тоже Да Чтобы мы уже Динамично Финалились Сергей Иванович Проработав Почти два года Вы очень хорошо Знаете регион Скажите Какие на ваш взгляд Самые главные Сильные стороны Северной Самые главные Сильные стороны Северной Осетии Главные итоги Сильные стороны Северной Осетии Хорошо И основные Слабые места Ну знаете Любой регион Если это Наша республика Не исключение Да Она имеет Свою Свои плюсы И минусы Плюс у нас Плюсов у нас много А Первое Само географическое положение Да Сама природа Да Дальше Сами наши Достопримечательные места Да История Традиции Обычий Люди Люди Которые являются Хранителями И носителями Этой истории Этих традиций Этих обычаев Да Дальше Культурные Достопримечательности Наши Ну смотрите Мы потихоньку Становимся Так Ну не Как бы сказать Нерезко Да Становимся Небольшим Административным Центром Да Значит Филармония Да Музей Мини Пушкина Сейчас дом Вахтангова Там еще есть Я сейчас не буду Греть Еще есть ряд Объектов Да Которые Если мы сделаем их Они станут Не только Региональными Студия Кинохроники Северокавказской Которую мы Хотим восстановить И идем по этому пути Ну и так далее Это тоже Центры притяжения Тоже центры притяжения Значит Минусы Ну К минусам можно отнести Отнести тоже многое Да Первое Это Система оказания услуг Да Сервис Где-то у нас он есть Очень хороший Вот Где-то он не отвечает Требованием Да Следующий Это Скажем так Инженерные сети Да Вот Ну То, чем мы уже говорили Это Придорожный сервис То, чем мы говорили Дальше Это Благоустройство Которое мы проводим И которое Надо дальше проводить У нас набережная Терека Может стать Достопримечательностью Очень хорошей Но ее надо Реконструировать Реконструировать Да Вот сейчас Посмотрите на парк Хитогора Мы его не доделали Парк Хитогора Но он преображается В следующем По окончании сезона Мы его дальше будем делать Да Внешний облик Пример Владикавказа Ну Пестрая реклама Ну Пестрая реклама Да И слишком Избыточное Количество Рекламы На фасадах Вот эти Билборды И так далее Хотя Потихоньку Тоже движемся Уже Видите Ситилайт Начали появляться Да На разделительной Полосе Но они Как бы Облик Не платят Да С другой стороны Своё предназначение Выполняют Как рекламные носители Так Так То есть Везде Вот гост этот нужен Да Для того Чтобы Это Было красиво Да И привлекательно Дальше Места отдыха Ну Вот сейчас Мы Олимпийский Парк Строим Видите Там уже Колесо Чёртового Появляется Да Вон Это Развлекательный Парк Будет Дальше Ланья Парк Да Как Тематический В том числе Немного Игорь Негода Лыжный Мамисон И так далее Дальше Вот эти точки Притяжения Которые Говорили Айти Городок Вот То есть У нас Много Плюсов Значит Большой Скажем так Потенциал Который Надо Раскрыть Да И привести В соответствии С Требованиями Времени У нас Очень большой Потенциал С точки Развития С точки Зрения Развития Промышленного Потенциала Да Я вот Про Все остальные Наши плюсы Там Кулинарные Там И так далее Я уже Как бы И не говорю Это само собой То есть У нас Вот этим Потенциалом Надо Воспользоваться Его надо Этот потенциал Реализовать И в то же время Остальное Все Привести В порядок Да Вот Чтобы Гость Наш Который Едет По городу Не видел Полуразрушенных Зданий С выбитыми Окнами Это бывшие Там предприятия И так далее И тому подобное То есть Каждой этой площадке Надо найти Применение Вот Поэтому Я и говорил Что на Отличие Форума Санкт-Петербургского В 21 году Когда мы участвовали Да От этого Форума Массплощадка Будет Более информативной Не только С точки зрения Привлекательности Осетии Республики Но и с точки зрения Привлекательности Ее как Инвестиционной Площадки Да И как бы Кто не говорил Но мы-то В инвестиционном Клим Значит В рейтинге Инвестиционной Привлекательности Мы там Какое Пятнадцатое место 14-е место Это высокий Показатель И объем Инвестиций У нас Растет Объем Инвестиций В Капитал Он растет А это Говорит о том Что Потихоньку Создаются Понятные Прозрачные Правила Да И привлекательность Для Развития Вот в этом Наши плюсы И конечно Всегда Одних плюсов Не бывает Минусы тоже есть Над минусами Надо Работать Вот Одно направление Которое Вне два направления Которые вы Увидите Да Это мастер план Туристического кластера И мастер план Владикавказа Даст ответы На многие вопросы С точки зрения Того Что у нас есть На самом деле И что может быть Если мы правильно Сработаем Продолжаем тогда Да Ага Пожалуйста Вот служба новостей Еще Извините Секундочку Служба новостей Алана Тумаева Новостей Телеканала Осетия Иршетон Сергей Иванович Вопрос о службе Онкологической помощи Здесь немало проблем Периодически возникает Нехватка лекарств Есть острая Нехватка специалистов В принципе В целом Как решаются Вопросы Этой службы И что нужно сделать Чтобы стало лучше Большой глубокий вопрос Глубокий вопрос Значит И вопрос Ни одного Проблема Ни одного дня Но я скажу так Вот смотрите Давайте я быстро В динамике скажу Это лекарства Для льготных категорий населения У нас 139 тысяч Федеральных льготников 91 тысяча Значит Но 48 тысяч Региональных льготников Но чем отличается Федеральный льготник У нас на сегодняшний момент Подтверждено 17 процентов Всего Федеральных льготников Да Которые И федеральная льгота Это Тысяча рублей Из 91 тысячи 17 процентов Все остальные Это все ложится на бюджет Республики Значит Стоимость Лечения От 4 до 500 тысяч В месяц Основные Это вот Онкология И сахарный диабет Так вот По онкологии Смотрите В 20-м году Были закуплены Лекарства Для онкобольных На сумму 96 миллионов В 21-м году 158 миллионов В 22-м году 344 миллиона Это только Наших бюджетных средств Плюс Почти 530 миллионов Это по линии ОМС На 23-й год То есть Мы говорим О нарастающем итоге Потому что Это хвост Который был Мы говорим Значит В 23-м году Уже 267 миллионов Вот я В мае месяце Дополнительно Выделил 100 миллионов На закупку Плюс По линии ОМС 201 миллион Да И вот Сейчас Чтобы закрыть Категорию Льготников По Значит Онкологии И По Сахарному Диабету Нам до конца года Необходимо Еще 250 миллионов Моих Вот Собственных доходов Откуда я 100 миллионов Перераспределил Это собственные доходы Полученные За первый квартал Да Мы и дальше Будем Добавлять Просто Мы с начали года Не можем Спланировать Сразу всю сумму Почему Потому что А Мы согласовываем Любой регион Согласовывает Параметры бюджета С Минфином Если в параметрах бюджета Не будет Обязательных 100% закрытой Обязательной выплаты Параметры бюджета Никто не согласует Обязательные выплаты Это вот Наши обязательства Перед людьми Это заплата Страховые выплаты Это доплаты Льготники И так далее И тому подобное Вот Но По цифрам Которые я привел Вы видите Да Нарастание Объема И мы придем к тому Значит Но вот По онкологии Это смешанные Смешанные финансирования Как я сказал Из бюджета И по линии ОМС Да Это в принципе Во всех регионах Да Есть понятие Дневной стационар Так вот Мы то Что не можем Добавить из бюджета Да Мы На это время Компенсируем Дневным стационаром По линии ОМС Ну а При поступлении Дополнительных доходов По итогам второго Квата Мы дополнительно Выделим Соответствующие Деньги Кроме этого Мы же обеспечиваем Не только Онкологию Сахарный диабет Мы еще и других Обеспечиваем Значит Льготников На них Выделено Порядка 130 миллионов Да По сахарному Диабету Такая же Табличка С нарастанием Была выделена В 20-м году Там 93 Стоты Сейчас В этом году 200 200 Но там нет Дневного стационара И нет линии ОМС Сердечно-сосудистая Мы полностью Выделили деньги Да Плюс Программа Там Доброе сердце По-моему Вот мы в эту программу Вошли Там еще 45 миллионов Поэтапное выделение В течение года Оно на 23-й год Тоже предусмотрено Если мы заложили 200 Я дополнительно Выделил еще 100 Вот То в следующем Значит По окончании Третьего квартала Когда Мы поймем Собственную доходную часть Мы добавим Мы добавим Но В среднем Вот в принципе До конца года Нам надо 250 миллионов Я думаю Что из собственного дохода Мы эту тему закрываем Но С увеличением Объема Финансирования Из бюджета Будет уменьшаться Объем Финансирования За счет ОМС Вот и все А цифры Я вам сказал Дальше Татьяна Байбородова Пожалуйста Газета Заря Лагерская районная газета Спасибо Микрофон Вот прям Чтобы зрители Сергей Иванович Во-первых Читатели просили Передать вам Слова благодарности За то внимание Которое вы уделяете Нашему району В последнее время У нас очень много Позитивных перемен Спасибо вам за это Вопрос мой Касается Поселений Которые расположены На паводкоопасных реках Это такие поселения Как Суадак Бирокзанк Дзуарикау Нокау Несколько лет Люди Пытаются Достучаться До каких-то кабинетов Чтобы на этих реках Были построены Берегоукрепительные Сооружения Но вопрос не решается Вот скажите Пожалуйста Есть ли все-таки Шанс У жителей Этих поселений Конечно Есть Обеспечить себе Проектно-смертной документации Была попытка Определить источники Финансирования На федеральном уровне Вот к сожалению Эта проектно-смертная документация Была так немножко Криво разработана Да Вот Мы Вот Волья сказал 8 писем Подписал 8 писем Подписал Председатель правительства Одно из Писем Это как раз таки Строительство Берегоукреплений На наших реках Да Поручение соответствующее Росминприроды Росводоресурсу Дано Нам сейчас необходимо Что сделать Ну Обновлять Проектно-смертную документацию Мы не будем Почему Потому что Ну Она не соответствует Требованиям времени И второй момент Еще Уже Гидрологические условия Этих рек Изменились За это время Поэтому нам Необходимо Разработать Будет Требентно-смертную документацию В принципе Там Сумма Небольшая Да Порядка Там Трех с половиной По-моему Четырех миллионов Рублей Вот И в этом году Мы это сделаем На 24-й год Вот В соответствии с Поручением Председателя правительства Будем пробивать В Бюджет Федеральный На субсидию Общая стоимость Этих работ Если мне так Не изменяет память По тем Документам Которые были Это где-то Полтора Миллиарда Рублей Полтора Миллиарда Рублей Но Понятно Что сразу Везде Мы все Сделать Не сможем Поэтому Будем По Расставим Приоритеты Где наиболее Опасные Значит Подвержены Наиболее С этих Реки Начнем Надеюсь Что в 24-м Году Мы Включим Часть Этих Работ В Проект Бюджета 24-го Года 24-го 25-го 26-го Года То есть В принципе Это на 3 года Финансирование Будет Софинансированием Из Бюджета Республики Спасибо большое Коллеги Мы в эфире провели Уже 3 часа Если кто-то Еще хочет Задать вопрос Мы конечно готовы Но если нет Это тоже замечательно Тогда в таком случае Спасибо Судя по глазам Завра Он хочет вопрос У него Будет Возвращенность Но давайте Уже не здесь Спасибо вам большое За то что пришли Спасибо за ваши вопросы Действительно Это были Скажите Сергей Иванович Острые Честные То что действительно Волнует Ребят Спасибо огромное За общение Вот знаете Я не знаю Как у вас Но у меня Вот сейчас Есть предупреждение Что мы говорили По правде Да Во всяком случае Я со своей стороны Говорил Может эмоционально Может Немножко не так Как интервьюирование Да Вот Но тем не менее Ситуация Не простая Во многих вопросах Вот это Свойственно Не только Нашей республике Да Ну и другим регионам По объему Да Ну если Проблемы копить То мы их Не решим Никогда Вот Мы пока не можем Прийти к тому Стил Это будет так Чтобы решать Те проблемы Которые Многолетние Да И не наращивать Новые И не наращивать Новые Вот в этом Наверное Основная Сложность Работы Потому что Есть Проблемы Которые Можно и нужно Решать Но они Финансово Емкие И затратные А есть Проблемы Я всегда готов К встрече И готов Ответить на Любой Вопрос Как я тут Был Острый У нас все Вопросы Острые Готов Ответить на Любой Вопрос И Поверьте Мне Постараюсь Ответить Откровенно Вот я думаю Что сегодня Здесь взрослые Люди сидят И Вы наверное Ассоциации У всех Ну понимание У всех Есть Что я Вот сейчас Когда с вами Говорил Отвечал На вопросы Я не Лукавил Да Не кривил Душой И не лукавил Вот И даже Не пытался Уйти Как бы Обойти Да Многое Не договариваю Но потому что Это надо Пока Тогда мы заканчиваем Пока Спасибо вам Огромное Спасибо вам Сергей Иванович Коллеги Большое спасибо вам Увидимся еще Обязательно Редактор субтитров Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok